Илья Ильф и Евгений Петров Банкир-бузатер Читает Геннадий Постригаев В летнем саду железнодорожников станции Курск в Ямской Слободе громкоговоритель расположен под экраном и работает во время демонстрации кинокартины. Получается чепуха. Рабкор и М. Лучкин Товарищи, занимайте места согласно купленного билета. Товарищи занимают места согласно купленного билета. На экране прыгает зеленая надпись. Жертва пампасов или три любовницы банкира. В восьми частях две тысячи метров. Зал чрезвычайно доволен и радостным хором гремит. В восьми частях две тысячи метров. Ого! Между тем, действие разворачивается со сказочной быстротой. Ненасытные любовницы безостановочно и безоговорочно шлют свои воздушные поцелуи акуле-банкиру Смиту. В это время громкоговоритель грозно мычит на всю ямскую слободу. Алло! 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 Говорит Москва. На волне тысячи пятьдесят метров. Слушайте лекцию агронома Удобрягина о пользе рогатого скота в домашнем хозяйстве. Нежный тенорог Агра Удобрягина наглядно иллюстрирует проделки хитрого банкира. Заболевание рогатого скота чумой, наблюдая... Банкир, на вид здоровый дядя, беззаботно играет в карты, не зная, что на него надвигается страшная болезнь. Банкир в карточном клубе. Играет, пьет вино. Приносят также молоко, которое особенно полезно детям, а особенно породистые. Спасаясь от трех любовниц, неунывающая акула-банкир уезжает в помпасы на океанском пароходе. На экране удаляющийся пароход. Что же касается баранов, заговаривает зубы Агра Удобрягин, то таковые передвигаются стадами. После ряда замысловатых приключений, напроказивший банкир попадает в лапы свирепых тигров. На экране тигры нападают на банкира. «Опцы отвечают всемирным характером и быстро привыкают к людям». Громко говорить льдер рычит, а зрители, распираемые массой впечатлений, тихо воют. «Ну и штуку же я видел, Степанна?» «Як, в кине видел. Поучительные крестьянские виды показывали. Вроде банкира. Интересно, сперва как бы чумой болел, а там ничего, мужик крепкий, поправился. И бабочки при нем три головы, породы Смит. Молоко давали, а он банкир этот пил. Говорит, детям полезно. Хозяйственная картина. А потом в кине баранов иностранных показывали. Ну, не чета нашим российским. По воде плывут стадами, и дым из них идет, как из мельницы. А напоследок комическое показывали. Смехота. Овцы на банкира бросились и шею ему намяли. А жалко. Хорошего человека попортили. Пешеход Наша жизнь в последнее время как-то обеднела сильными незабываемыми минутами. Живешь по большей части в маленьком городке, вместе с тобой живут еще 412 трудящихся. Триста из них женаты, остальные неохотно волочатся за девушками и вдовами, число которых доходит до полутора ста. Есть еще 19 торговцев и одна особа с порочными наклонностями. Девица только по паспорту. Всех знаешь в лицо. Служба тоже не доставляет радости. Так все надоели, что стол личного состава, которым заведуешь, невольно превращается в стол каких-то личных счетов. Все это очень скучно. Неудивительно, поэтому, что нашу общественность начинают волновать проблемы. Присыщенная столица наседает на половые задачи, но провинция этим не интересуется. Ей хочется переменить обстановку, побегать по земному шару. Каждому хочется стать пешеходом. Однако искусство хождения пешком очень трудно. Неопытный пешеход взваливает на спину зеленый дорожный мешок и покидает родной город на рассвете. Уже в самом начале он совершает роковую ошибку. Действительно идет пешком, любопытно глядя по сторонам и наивно перебирая ножками. Назад он возвращается через несколько дней, не достигнув мандариновых рощ Аджарии, к которым так стремился. Он хромает, потому что ногу ему повредила встречная собака. Он бледен, потому что повстречался на дороге с лохматым гражданином, который в молчании отнял у него дорожный мешок, сандалии и рубашку фантази. Опытный пешеход чужд этим детским забавам. У него нет дорожного мешка, и он вовсе не считает лето лучшим сезоном для туризма. Двухнедельный или месячный срок для пешеходной прогулки он считает мизерным и не стоящим внимания. Он разом опрокидывает все мещанские представления о путешествиях с целью самообразования. Пешком он ходит только в подготовительном периоде, пока не получает мандата от какого-нибудь совета физкультуры. Обыкновенно мандат напечатан на пишущей машинке с давно выбывшей из строя буквой «Е». Но это единственный изъян, во всем остальном мандат великолепен и читается так. Удостоверение дано сие в том, что товарищ Василий Плотский вышел в семилетнее путешествие по СССР с целью изучения быта народностей. Товарищ Плотский пройдет пешком 42 тысячи километров со знаменем Эннского совета физкультуры в правой руке. Просьба ко всем учреждениям и организациям оказывать товарищу Плотскому всяческое содействие. Председатель совета В. Богорес. Секретарь А. Пузыня Наслепленный будущими тысячекилометровыми переходами товарища Плотского, совет выдает ему также десятку на постройку знамени. Этой скромной суммой профессиональный пешеход вполне удовлетворяется. Он знает, что сразу рвать нельзя. К тому же десяти рублей вполне хватит на проезд в скором поезде к ближайшему крупному центру. Отныне пешеход Василий Плотский пешком уже не ходит. Пользуясь услугами железнодорожного транспорта, он перебирается в губернский город и посещает редакцию тамошней газеты, предварительно испачкав свои сапоги грязью. В редакцию он входит, держа в правой руке знамя, сооруженное из древка метлы, и лозунг, похищенный еще из домоуправления в родном городе. Удостоверение, написанное с турецким акцентом, оказывает магическое влияние даже на осторожных журналистов. На другой день фотографический портрет товарища Плотского и соответствующая подпись под ним украшают отдел новости физкультуры на последней странице газеты. Теперь для пешехода открыто все. Перед семилетним удостоверением и газетным интервью с портретом никто устоять не может. Можно, конечно, таскать с собой еще связку лаптей, якобы предназначенных в подарок всесоюзному старости Михаилу Ивановичу, но можно обойтись и без этого. И без лаптей на Василия Плотского посыплются благоземные. Знаменитому пешеходу бесплатно отводится номер в гостинице, ему суют обеденные талоны, он получает денежные пособия для того, чтобы он мог беспрепятственно выполнить свой великий пешеходный подвиг. Через два месяца ему показывают музеи и достопримечательности, а еще через месяц, когда Плотский проезжает какой-нибудь маленький городок, 412 трудящихся, 175 вдов и девушек, 30 частников и две особы с порочными наклонностями. На старинном, высоком, как кафедра, исполкомовском автомобиле все глядят на него с почтением и шепчут «Это пешеход! Пешеход едет!» И если кто-нибудь удивленно спрашивает, почему пешеход катит в автомобиле, что как-то не соответствует его званию, все презрительно отворачиваются от болвана, и на всех лицах появляется одно выражение. Где же это видано, чтобы настоящие пешеходы ходили пешком? Пешком ходят только любители, дилетанты, профаны. Случай в конторе В конторе по заготовке рогов и копыт высшим лицом был Николай Константинович Иванов. Я особенно прошу заметить себе его имя и отчество — Николай Константинович. Также необходимо договориться о том, на каком слоге его фамилия несла ударение. Ударение у Николая Константиновича падало на последний слог. В фамилии его читалось Иванов. Дело в том, что Ивановых, то есть людей, несущих ударение на последнем слоге своей фамилии, необходимо отличать от их однофамильцев, у которых ударение падает на второй слог. Иванов и Иванов ничуть не схожи. Короче говоря, все Ивановы — люди серенькие, а все Ивановы чем-нибудь замечательны. Ивановых великое множество, Ивановых можно перечесть по пальцам. Ивановы занимают маленькие должности — это счетоводы, пастухи, помощники начальников станции, дворники или статистики. Ивановы же — люди совсем другого жанра. Это известные писатели, композиторы, генералы или государственные деятели. Например, писатель Всеволод Иванов, поэт Вячеслав Иванов, композитор Ипполитов Иванов или Николай Иудович Иванов, генерал, командовавший Юго-Западным фронтом во время немецкой войны. У них у всех ударение падает на второй слог. Известность, как видно, и служит причиной того, что ударение перемещается. Писатель Всеволод Иванов до того, как написал свою повесть «Бронепоезд», безусловно, назывался Всеволод Иванов. Если помощнику начальника станции Иванову удастся прославиться, скажем, перелетом через океан, то ударение немедленно перекочует с третьего на второй слог. Так свидетельствуют факты, история, жизнь. Возвращаясь, однако, к конторе по заготовке рогов и копыт для нужд гребеночной и пуговичной промышленности, я должен заметить, что заведующей конторой был человек ничем особенно незамечательный. Николай Константинович был, если можно так сказать, человек пустяковый, с ударением на последнем слоге, служащий и ничего больше. Николай Константинович находился в состоянии глубочайшего раздумья. Дело в том, что все служащие по заготовке роговых материалов были однофамильцами Николая Константиновича, все они были Ивановы. Приемщиком материалов был Петр Павлович Иванов. Артельщиком в конторе служил Константин Петрович Иванов. Первым счетоводом был Николай Александрович Иванов, второго счетовода звали Сергеем Антоновичем Ивановым, и даже машинистка была Иванова Марья Павловна. Как все это так подобралось, Николай Константинович сообразить не мог, но ясно понимал, что дальше это терпимо быть не может, потому что грозит катастрофической опасностью. Он отворил дверь кабинета и слабым голосом созвал сотрудников. Когда все собрались и расселись на принесенных с собой темно-малиновых венских стульях, Николай Константинович испуганно посмотрел на своих подчиненных. Снова с необыкновенной остротой он вспомнил, что все они Ивановы, и что сам он тоже Иванов, и не в силах больше сдерживаться, он закричал, что есть силы. — Это свинство, свинство и свинство, и я довожу до вашего сведения, что так дальше терпимо быть не может. — Что не может? — с крайним удивлением спросил приемщик Петр Павлович. — Не может быть больше терпимо, чтобы ваша фамилия была Иванов, — твердо ответил Николай Константинович. — Почему же моя фамилия не может быть Иванов? — спросил приемщик. — Это вы поймете, когда вас выгонят со службы. Всех нас выгонят, потому что мы все Ивановы, а следовательно родственники. Тесно сплоченная шалька родственников. Как я до сих пор этого не замечал. — Но ведь вы же знаете, что мы не родственники, — возопила Марья Павловна. — Я и не говорю. Другие скажут. Обследование. Мало ли что. Вы меня подводите. — Особенно вы, Марья Павловна, у которой даже отчество общее с Петром Павловичем. Приемщик вздрогнул и тяжело задумался. — Хм, да, действительно, — пробормотал он. — Совпадение уникальное. — Надо менять фамилии, — закончил Николай Константинович. — Ничего другого не придумаешь. И чем скорее, тем лучше. Лучше для вас же. — Пожалуй, я обменяю, раз надо, — вздохнул артельщик. — Нравится мне тут одна фамилия — Леонардов. У меня такой старик был здесь знакомый. У него даже один директор хотел купить фамилию. Очень ему нравилось. Десять рублей давал, но старик не согласился. — Леонардов — чудная фамилия, — заметила машинистка. — Но как вы ее примете? — А теперь можно. Старик уехал во Владивосток крабов ловить. Марья Павловна с минуты помолчала, рассматривая свои белые чулки, от стирки получившие цвет рассыпанной соли. Наконец она решилась и бодро сказала. — Какую же фамилию взять мне? Мне бы хотелось, чтобы фамилия была как цветок. И Марья Павловна принялась перекраивать название цветов в фамилии. Душистый Горошек, Анютины Глазки и Иван-да-Марья были сразу отброшены. Мария Душистова, Мария Горошкова и Мария Душиста-Горошкова были забракованы, осмеяны и преданы забвению. Из Иван-да-Марьи выходила все та же Иванова. Хороши были цветы фуксии, но фамилия из фуксии выходила какая-то пошлая — Фукс. Мадемуазель фукс увяла прежде, чем успела расцвесть. Тогда Мария Павловна с помощью обоих щитоводов отважно врезалась в самую глубь цветочных плантаций. Царство флоры было обследовано с мудрой тщательностью. Гармонические имена цветов произносились нараспев и скороговоркой — Левкоева, Ландышева, Фиалкина, Тюльпанова. И щитоводы выбились из сил. — Хризантема, орхидеи, астры, резида. Честное слово, резида — чудный цветок. — Так мне же не нюхать, поймите вы. — Георгин, барвинок, гелиотроп. — Или атропин, например, — сказал вдруг молчавший все время артельщик. Покуда щитоводы измывались над артельщиком, объясняя ему, что атропин — не цветок, а медикамент, Мария Павловна приняла решение называться ананасовой. Это было нелогично, но красиво. У Сергея Антоновича все обстояло благополучно, хотя воображения у него не хватило. Свою фамилию Иванов он обменял на Петрова. Все снисходительно улыбнулись. — У меня лучше, — похвастался первый щитовод. — Меня теперь зовут Николай Александрович Вареников. Приемщику понравилась фамилия Справченко. Это была фамилия хорошая, спокойная, а главное — созвучная эпохи. Довольнее всех оказался Николай Константинович Иванов, заведующий конторой по заготовке рогов и копыт для нужд пуговичных фабрик. — Я очень рад, — сказал он приветливо, — что все устроилось так хорошо. Теперь никакие толки среди населения невозможны. В самом деле, что общего между Справченко и Варениковым, между Ананасовой и Леонардовым или Петровым. А то, знаете, Иванова да Иванов да снова Иванов и опять Иванов — это каждого может навести на мысли. — А вы какую фамилию взяли себе? — спросила Мария Павловна Ананасова. — Я? А зачем мне новая фамилия? Ведь теперь Ивановых в конторе больше нет. Я один, зачем же мне менять? К тому же мне неудобно, я ответственный работник, я возглавляю контору. Даже по техническим соображениям это трудно. Как я буду подписывать денежные чеки? Нет, мне это невозможно, никак невозможно сделать. Все пошло своим чередом, и через установленный законом срок отдел записи актов гражданского состояния утвердил за пятью Ивановыми их новые фамилии. А спустя неделю после этого погасла заря новой жизни, пылавшая над конторой по заготовке рогов и копыт. Николая Константиновича уволили за насильственное принуждение сотрудников к перемене фамилии. Получив это печальное известие, Николай Константинович тихо вышел из своей комнаты. В тоске он посмотрел на Константина Петровича Леонардова, на Петра Павловича Справченко, на Николая Александровича Варенникова и на Марью Павловну Ананасову. Не в силах вынести тяжелого молчания, артельщик сказал, — Может быть, вас уволили за то, что вы не переменили фамилию? Ведь вы же сами говорили. Николай Константинович ничего не ответил. Шатаясь, он побрел в кабинет, как видно, сдавать дела и полномочия. От горя у него сразу скосились на бок высокие скроходовские каблучки. Разбитая скрижаль Был он сочинителем противнейших объявлений, человеком, которого никто не любил. Неприятнейшая была эта личность, не человек, а бурдюк, наполненный горчицей и хреном. Между тем он был вежлив и благовоспитан. Но таких людей ненавидят. Разве можно любить сочинителя арифметического задачника, автора коротких и запутанных произведений? Нельзя удержаться, чтобы не привезти одно из них. Купец приобрел два цибика китайского чаю двух сортов весом 40 и 52 фунтов. Оба эти цибика купец смешал вместе, по какой цене он должен продавать фунт полученной смеси, если известно, что фунт чаю первого сорта обошелся купцу в 2 рубля 87 копеек, а фунт второго сорта в 1 рубль 21 копейку. Причем купец хотел получить на каждом фунте чая прибыль в 99 копеек. Такие упражнения очень полезны. Но людей, которые их сочиняют, любить нельзя. Сердце не повернется. Сколько гимназистов мечтало о расправе с Малининым и Бурениным, составителями распространенного когда-то задачника. В какие фантастические мечты были погружены головы, накрытые гимназической фуражкой с алюминиевым гербом. — Пройдут года, и я вырасту, — думал ученик. И когда я вырасту, я пройду по главной улице города и увижу моих недругов. Малинин и Буренин, опедневшие и хромые, стоят у пекарни Криади и просят подаяния. Взявшись за руки, они поют жалобными голосами. Тогда я подойду поближе к ним и скажу. Только что я приобрел семнадцать оршин красного сукна и смешал их с сорока восьмью оршинами черного сукна. Как вам это понравится? И они заплачут, и, унижаясь, попросят у меня на кусок хлеба. Но я не дам им ни копейки. Такие же чувства внушал мне мой сосед по квартире. Бурдюк, наполненный горчицей и хреном. Человек по фамилии Мармеладов. Квартира наша была большая, многолюдная, многосемейная и грязная. Всего в ней было много мусора, граммофонов и длиннопламенных примусов. В ней часто дрались и веселились. Причем веселье по звукам, долетавшим до меня, ничем не отличалось от драки. И над всем этим нависал мой сосед, автор ужаснейших прокламаций. В кухне у раковины он наклеил придирчивое объявление о том, что нельзя в раковине мыть ноги, нельзя стирать белье, нельзя сморкаться туда. Над плитой тоже висела какая-то прокламация, написанная химическим карандашом, и тоже сообщалось что-то нудное. Мармеладов где-то служил, и нетрудно поверить, что своей бьющей в нос справедливостью и пунктуальностью он изнурял посетителей не меньше, чем всех живущих с ним в одной квартире. Особенно свирепствовал он в уборной. Даже краткий пересказ содержания главнейших анонсов, которыми он увешивал свою изразцовую «Святая святых», отнимет довольно много места. Висела там категорическая просьба не засорять унитаз бумагой, и приподаны были наиудобнейшие размеры этой бумаги. Сообщалось также, что при пользовании бумагой указанных размеров уборная будет работать бесперебойно к благу всех жильцов. Отдельная афишка ограничивала время занятия уборной пятью минутами. Были также угрозы по адресу нерадивых жильцов, забывающих о назревшей в эпоху культурной революции необходимости спускать за собой воду. Все венчалось коротеньким объявлением «Уходя, гасите свет». Оно висело и в уборной, и на кухне, и в передней, и оттого темно было вечером во всех этих местах общего пользования. Двухгрошовая экономия была главной страстью моего соседа — бурдюка, наполненного горчицей и хреном. «Раз счетчик общий», — говорил он с неприятной сдобностью в голосе, «то в общих интересах, чтобы свет без надобности не горел». От его слов пахло пользой, цибиками, купцами, смешанными аршинами черного и красного сукна, и перетрусившие жильцы вообще уже не смели зажигать свет в передней. Там навсегда стало темно. Расчетливость и пунктуальность нависли над огромной грязной коммунальной квартирой к удовольствию моего справедливого соседа. Отныне дома, как на службе, он размеренно плавал среди циркуляров, пунктов и запретительных параграфов. Но не суждено ему было цвести. Наш дом захватила профорганизация парикмахеров «Синяя борода», и обоих нас переселили в новый дом в двухкомнатную квартиру. В первый день мой бурдюк был чрезвычайно оживлен. Внимательным оком он рассмотрел все службы — кухню и переднюю, ванную комнату и сиятельную уборную, как видно, примериваясь к местам, где можно и должно развесить всякого рода правила и домовые скрижали. Но уже вечером бурдюк погрузился в глубокую печаль. Стало ему томительно ясно, что на новом месте незачем, да и нет для кого развешивать свои назидательные сочинения. В прежней квартире жило тридцать человек, а здесь только двое. Некого стало поучать, и бурдюк сразу потускнел. Уже не бродит он вечерами по коридорам, одергивая зарвавшихся жильцов, а в немой тоске сидит у себя. Иногда к нему приходит его приятель, и оба они что-то жалобно напевают, очень напоминая обедневших Малинина и Буренина из мечтаний разъяренного ученика первого класса. Источник веселья Переступив украшенный препарированными пальмами порог парка культуры и отдыха, московский житель жадно озирает раскрывшиеся перед ним просторы. Дома он так представлял себе парк. Рощи, 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 кущи, 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 а в рощах и кущах аттракционы, аттракционы и аттракционы, электрические колеса, комнаты гигантов, воздушные сани, говорящая краковская колбаса. Но природа мудро разделила парк на две части. В одной есть аттракционы, но нет ни одного деревца. В другой имеются и рощи, и кущи, но аттракционов нет. Пока житель сетует на несправедливость судьбы, на песочной аллее между двумя рядами зеленых и стройных урн для окурков появляется служащий парка. Согнувшись, он несет шест с плакатом «Стой! Здесь сейчас будет происходить занятная беседа!» Впереди человека с шестом, веселясь и подпрыгивая на полметра от земли, бегут дети. Позади, постепенно увеличиваясь в числе, идут взрослые граждане. А человек с шестом все кружит по дорожкам. Убедившись, что за ним следует уже изрядная толпа, он втыкает шест в землю и, дружелюбно улыбаясь, говорит «Сейчас доктор Стульян проведет с вами занятную беседу». Доктор просит пропустить детей вперед, чтобы им было лучше слышно, и слабым голосом начинает «Товарищи, темой моей сегодняшней беседы будут глисты у детей. Дело в том, что глисты у детей — вещь весьма вле...» Первыми уходят дети. Потом уходит человек с шестом. Шест ему нужен для организации другой беседы. За ним мало-помалу расходятся и взрослые. Через пятнадцать минут проходящие мимо этого места граждане наблюдают весьма странную картину. На совершенно пустой площадке стоит человек в рубашке с расшитым воротником и сандалиях дядя Ваня. Размахивая ручонками, он горячо убеждает невидимых слушателей. «Напрасно вы скептически улыбаетесь. Я повторяю снова, что для детей глисты являются болезнью весьма вле...» Граждане опасливо обходят доктора. Они спешат к источникам веселья. Им хочется в лабиринт. Но лабиринт закрыт еще в прошлом году. Разносится зловещий слух, будто это сделали потому, что пьяные заползали в лабиринт поспать. «Самое удобное место. В лабиринте уж никто не отыщет». «Глупости, говорите. Этот лабиринт был виден насквозь». «Ну и что, что насквозь? А пьяным-то не все равно, видно его или не видно. Важно, что лабиринт». В этих и иных глубокомысленных разговорах жаждущие веселья бодро строятся в очередь у подножия чертовой комнаты. Ныне, на том основании, что чертей и чудес не существует, она переименована в таинственную комнату. На этом же точно основании фокусники теперь выступают под культурно-просветительным флагом разоблачителей чудес и суеверий. Из таинственной комнаты люди выходят молча и устремляются в гигантскую закусочную, под крышей которой летают и поют птицы. Только за сосисками с капустой посетители таинственной комнаты приходят в себя, но долго еще в их глазах вращается закусочная, летают бутерброды с телятины и отдельные детали нескучного сада. Нет, пожалуй, ни одного учреждения, которое так бы оправдывалось свое название как «Комната смеха». К этой комнате подходит хмурый человек. Он недоволен, он женат и у его жены нехороший характер. Он служит, и начальники его чрезмерно придирчивы. Он пришел в парк отдохнуть душой и телом, а тут почему-то обличают сектантов и с визгом играют в волейбол. Он, конечно, купит билет в эту комнату смеха, но заранее убежден, что ничего смешного там не увидит. И вообще он страдалец, а на земле нет справедливости. Но едва этот человек вступает в комнату, где не надеется найти ничего смешного, как оттуда раздается его протяжный смех. Через пять минут он выходит оттуда обессиленный, пошатываясь, садится на скамейку и досмеивается еще полчаса, вспоминая, каким толстым и коротконогим чурбаном выглядел он только что в кривых зеркалах. И если час назад пушбол казался ему игрой, в которой убивают за раз не меньше двухсот человек, то теперь он приходит к мысли, что это спортивное развлечение не так смертоносно и что стоит, пожалуй, самому побегать за огромным закрывающим полнеба мечом. В читальне разыгрываются сцены из Тома Сойера. За правильный ответ на устную викторину выдается один желтый билетик, за два правильных ответа выдают два желтых билетика, три ответа дают три билетика, а четыре билетика дают сведущему человеку право вытянуть плотерейный билет, и в конце концов добродетель увенчивается выигрышем, гипсовым мопсом и книжкой о пчеловодстве. Расходясь из парка, граждане натыкаются на человека, ораторствующего среди урн для корков. Глисты имеются нескольких видов. Глисты, так называемые долговязые, римитра... Это доктор Стульян проводит пятую занятную беседу. Новый дворец В довоенное время, если судить по газетным и журнальным объявлениям, самым распространенным бедствием была лысина. С лысиной боролись, против лысиной восставали герои, изобретатели средств для ращения волос. Средства эти рекламировались в извещениях самого трогательного свойства. Я был лысым, моя мать была страдалицей, мой отец был лысым от природы, я сам уже в детстве потерял всякую растительность. Но в прошлом году в горах Швейцарии я встретился с профессором Икс, который снабдил меня баночкой чудодейственного бальзама кисковолосатин, и с тех пор я отличаюсь завидной пышной шевелюрой. Все это вранье подкреплялось штриховым портретом господина, чья мать была страдалицей, чей отец был лысым от природы, и который сам был лысым до употребления бальзама кисковолосатин. И хотя лысина не побеждена, но граждане уже не так болезненно относятся к своему облысению. Может быть, это происходит от того, что теперь труднее, чем в мирное время попасть в Швейцарию, а может быть и потому, что беда, более важная, чем плеш, постигла человечества. Если бы нашлось средство борьбы с новым бедствием, то о нем нужно было бы дать объявление такого свойства. Я ходил на заседание. Моя мать была активной страдалицей. Мой отец начинал заседать в шесть часов утра. Он кончил тем, что сошел с ума и съел председательский колокольчик. Я сам из цветущего юноши превратился в развалину. Виной всему были бесконечные заседания, на которых мне приходилось бывать. И внезапно в горах Кавказа я встретился с молодым человеком, который снабдил меня чудодей... Пора уже дать такое объявление, потому что чудодейственный бальзам найден. Найдено средство борьбы с самой могучей ветвью бюрократизма, бесконечными многочасовыми заседаниями. Конечно, это не налог на никелированные колокольчики и не высылка портфеля держателей за пределы административных центров. Наше средство является несравненно более могучим. Для борьбы с заседаниями нужно построить огромный дворец заседаний. Во дворце должно быть множество зал, и в каждой зале длинный стол, и на каждом столе суконная скатерть, и на каждой скатерти колокольчик с хрустальным звоном и кувшин с водой для освежения гортани докладчика и гортани садокладчика, и выступающих в прениях, и высказывающихся по вопросам порядка дня, и вносящих в неочередные предложения, и высказывающихся по мотивам голосования, и кричащих с места, правильно, и зачитывающих резолюции, и прочих, и прочих. Новому дворцу можно присвоить красивое наименование «слушали и постановили». В разговоре это получается весьма импозантно. «А вы куда?» «Я в филиал Центрального дома секции печати работников просвещения, а вы?» «А я во дворец слушали и постановили». Но главное, конечно, не в полнозвучности названия нового заседательского комбината, а в том, что он нанесет смертельный удар всем любителям многочасового потребления чаю и бутербродов с собачиной, всем приверженцам двухсуточных заседаний с докладами, садокладами, контрдокладами и докладящими по мотивам голосования. «Дворец слушали и постановили» будет широко открыт для всех бюрократов. «Все его двери будут открыты настиж». «Приходите, владейте нами, заседайте». Вообще заседания всякого рода разрешается устраивать только во дворце «слушали и постановили». Главарям любого учреждения предоставляется право заседать в любой из дворцовых зал на таких условиях А. Первые 30 минут совершенно бесплатно. Б. Еще две минуты с платой за счет учреждения по карательному тарифу из расчета 20 рублей за минуту. В. Неограниченное количество времени с взысканием платы по 500 рублей в час из личных средств участников заседания. Плата может быть заменена тюремным заключением из расчета за каждые лишние полчаса два месяца заключения. И можно считать верным делом, что больше 32 минут ни одно заседание продолжаться не будет. Конечно, из нудного стана бюрократов послышится ужасный виск. Они будут протестовать, они начнут кричать о гибели страны, они потребуют, чтобы разрешили проработать вопрос о дворце, слушали и постановили, на заседаниях по старой норме времени. Но этого позволять не надо. Кто вообще установил, что заседания не ограничиваются временем? Ограничены известным, заранее установленным временем и рабочий день, и пароходный рейс, и сеанс в кино, и солнечная ванна. В театре за один вечер спектакля Гамлет решает важнейшие вопросы, а 18-ти надутым чиновникам из конторы Торк-Лоханка нужно 6 часов, чтобы решить вопрос о закупке одного кило гвоздей для нужд своего лоханочного производства. Если они уже иначе не могут, то пусть заседают за свой счет по карательному тарифу. Илья Ильф и Евгений Петров На Купоросном фронте В квартире разгром. Вся мебель сдвинута на середину комнаты и покрыта газетами. Полы заляпаны звездкой. Спотыкаясь о помятые ведра с купоросом, бродит растерянный хозяин. Дети перепачканы краской и безумно галдят. — Что случилось? — спрашивает гость. — Что случилось? — за могильным голосом говорит хозяин. — Случилось то, что мы гибнем, погибаем. Все кончено. Но, видимо, еще не все кончено. Дыхание жизни еще клокочет в груди страдальца. Он неожиданно поднимает иссохшие руки к пятнистому потолку и страстно декламирует. — О, зачем, зачем я решился на этот ужасный шаг? А так было хорошо. Такая разворачивалась нормальная семейная жизнь. — Помнишь, Лена, еще недавно, каких-нибудь две недели назад мы пили чай по вечерам и отдыхал в этом кресле. Наши милые чистенькие дети беспечно резвились в коридоре. А теперь... — А что же все-таки произошло? — Маляры, — говорит хозяин, обводя комнату блуждающим взглядом. При этом слове жена начинает плакать, из коридора доносится грохот, и сейчас же вслед за ним радостный вой юного поколения. Упала стремянка. — Видишь, — сквозь слезы говорит жена, — надо было нанять того тихого старичка, который красил двери у Кирсановых, он бы в два дня все сделал. — Тихого старичка? — взвизгивает хозяин. — Этого садиста? Тут начинается такая перепалка, что гость живо откланивается и уходит. Ему уже ясно, в чем дело. Произошло то, что происходит всегда с теми оригиналами, которые решают произвести в квартире небольшую строй, выражаясь официально текущий ремонт. Где таятся маляры? Где их искать, кому обращаться? Ничего неизвестно. В таких случаях расспрашивают знакомых или просто подстерегают маляров на улице. И если повезет, то уже на третий-четвертый день хорошо организованной слежки, желательно разослать в разные концы города всех членов семьи, удастся встретить мрачную фигуру с кистью и ведром и при помощи посулов и грубоватой лести затащить ее к себе. Фигура неторопливо и значительно оглядывает объект работы и после долгого кряхтения заявляет. — Что ж, купоросить надо. Без купорос никак нельзя. Купорос он действие оказывает. Кругом себя оправдывает. Тут, значит, ежели не прокупоросишь, колеру правильного не будет. А можно и не купоросить. — Так как же все-таки лучше, — подобострастно спрашивает наниматель, — с купоросом или без купороса? — Ваше дело хозяйское. Одни любят с купоросом, другие — без купоросу. — Тогда на всякий случай прокупоросите. А вот эту комнату я хотел бы выкрасить в желтый цвет. Знаете, такой веселый, канареечный, солнечный. — Кроном, значит, — степенно говорит маляр. — Это можно. Возьмем, значит, кроном и покрасим. Кроном, значит, вот так и возьмем и, как есть, покрасим кроном. А делаем уж, как полагается, хозяин. Другую комнату договариваются выкрасить в светло-зеленый цвет. При этом маляр произносит непонятную речь о каком-то стронце, который тоже свое действие оказывает и кругом себя оправдывает. Переговоры длятся часа два. Бесконечно повторяется одно и то же. Маляр, задрав голову, подолго смотрит на потолок, будто ждет, что оттуда пойдет дождь. Цокает языком и сокрушенно взмахивает руками. — Ну, кажется, все, — нервно говорит хозяин. — Во сколько же это обойдется? И тут начинается художественный театр. Маляр закатывает получасовую качаловскую паузу. У хозяина начинает щемить сердце. — Вот и карточки отменили, — говорит, наконец, маляр. — И очень хорошо оживляется хозяин. Какая же будет цена? — Что ж, сделаем как следует. Значит, с твоим купоросом? — Как с моим купоросом? Так где же я вам возьму купорос? — А этого мы, маляры, не знаем. И все начинается сначала. Маляр опять бродит из комнаты в комнату, вздыхает, мекает, хмыкает, чешется. В конце концов выясняется, что он все может достать и проклятый купорос, и крон, и белила, и даже загадочный строн. Но вот он называет цену. Триста рублей. Цена ни с чем не сообразная, неестественная, глупая, обидная. Идет длительный базарный азиатский торг. Попутно выясняется, что маляр может работать только по вечерам. Хозяин соглашается на все. По вечерам, так по вечерам. Двести пятьдесят, так двести пятьдесят. Только бы побыстрее. Надоели грязные стены, трещины, моль, вся эта чертовщина. Ночью семья работает. Стаскивают в одно место мебель, снимают со стен картинки и портреты предков, связывают вещи в узлы. Завтра должен явиться маляр ровно в шесть часов вечера. Но его нет ни в шесть, ни в семь, ни в десять. Он не приходит. В эту ночь семья спит на узлах. Зато на другой день маляр появляется вовремя и приводит с собой еще трех мастеров. Двух старичков и мальчика. Мальчик, как и остальные, в забрызганных мелом сапогах и громадном ватном пиджаке, эээ, спинжаке. Он тоже хмыкает, мекает и неясно выражается насчет благотворного действия купороса. Весь этот трудовой коллектив снимает пиджаки и рассаживается на перевернутых ящиках и ведрах посреди комнаты. Мастера пьют чай и поглядывают на потолок. Потом потихоньку и стройно начинают петь. Эх, вы, слухи мои, слухи, слухи верные мои! Степная удаль и тоска слышатся в этой старинной разбойничьей песне. И сразу начинает казаться, что нет никакого Днепрогресса, что ничего не произошло, что нет ни метро, ни авиации, ни замечательных колхозов, что в квартире разыгрывается какая-то сплошная хованщина, восемнадцатый век, а может быть даже шестнадцатый. Напившись чаю и напевшись в досталь, мастера надевают пиджаки, снова их снимают и снова надевают. После этого они берут у хозяина двадцать пять рублей на приобретение крона и уходят. А мальчик остается купоросить. При этом он сразу же разбивает стекло книжного шкафа и прожигает каким-то неизвестным веществом малиновое сукно на письменном столе. — Ты что, с ума сошел? — кричит хозяин. — Купорос, он колеру не любит, — бормочет ужасное дитя. — Он свое действие оказывает, осадку дает. — Это бред, — говорит хозяин. И он прав. Начинается бред. В разрушенную квартиру маляры больше не возвращаются. Очевидно, они удовлетворились полученным задаткам. Три дня несчастная семья на что-то надеялась. При этом знакомые рекомендовали некоего Вавилыча, кристального старика. Кристальный старик приходит, схватающий за душу медлительностью осматривает комнаты и берется сделать работу со своей олифой и кроном. Все за двенадцать рублев. Тут же выясняется, что почтенный старец смертельно пьян и за свои слова отвечать не может. Его с трудом выводят. Проще всего было бы расставить мебель по местам и жить, как жили. Но этого сделать уже нельзя. И стены, и потолки вымазаны какой-то дрянью. Приводят еще одного мастера. Он тоже детально договаривается обо всем, входит во все мелочи, но в конце разговора присовокупляет, что начать работу может только через месяц, так как уезжает в деревню на праздники. И зачем он, собственно, приходил и потерял целый час на разговоры и чесание подмышек, непонятно. На кухне рыдает хозяйка. «Неправильно сделали», — говорят бессердечные знакомые. «Вот когда те трое с мальчиком приходили, надо было их запереть и не выпускать из квартиры, пока не кончат работы». «Если бы я знал», — вопит страдалец. «Ах, если бы я знал, уж я бы их...» Его утешают. Ему рассказывают интересные истории о печниках, о плотниках, о водопроводчиках, о перевозчиках мебели, о всей этой касте подпольных полукустарей, полуспекулянтов с топорами, клещами и малярной кистью. И стиль их работы, и способы их найма, и все их разговоры полностью сохранились со времен боярской Руси. «Великий канцелярский шлях» Читает Геннадий Постригаю Недавно в литературном мире произошло чрезвычайно крупное событие. Нет-нет, совсем не то, о котором вы думаете. Это было другое событие, но весьма важный случай. Между тем, никто не обратил на него внимания. Мы вообще как-то равнодушны, многого не замечаем, привыкли. В Гихле, черт знает сколько месяцев, висело над кассой печатное сообщение. «Оставляй излишки не в пивной, а на сберкнижке». И ничего, писатели не обижались, хотя намек был более чем прозрачный. Если принять в расчет, что в этой кассе получают гонорар только литераторы, а также то, что Гихл является почти единственным издателем изящной литературы, то в беспробудном пьянстве подозревались все наличные кадры билетристов, поэтов и критиков. И все-таки претензий не поступало. Прочли, но не осознали, не почувствовали всей обидности намека, как-то недопереварили и побежали по своим делам в соседний коридор, скажем, в редакцию поэзии. Тоже странное название, а все ничего, молчат, привыкли. Итак, события. В литературное учреждение, есть такие учреждения, пришел писатель Алексей Самообложенский, получивший известность выдержанной повестью «Пни и колдобины» из жизни мороженщиков. В руках он держал бумагу, на которой с боевой краткостью было написано «Рапорт» «Ввиду перегрузки общественной работой лишен возможности мобилизовать себя для написания давно задуманного романа «Двулогии», выпуск которого я хочу приурочить к пуску первой очереди московского метрополитена. Настоящим прошу предоставить мне четырехмесячный творческий отпуск. Основание. Необходимость сочинения указанной выше «Двулогии». Приложение. Без приложений. Подпись Алексей Самообложенский. Эту бумагу он показал другим писателям, которые судачили, сидя в коридоре на подоконниках. И опять-таки никто не удивился, никто не спросил, почему бумага озаглавлена «Рапорт» и при чем тут «Метрополитен». А главное, никто даже не подумал о странности и ненатуральности требования отпуска на предмет исполнения основных писательских обязанностей. Ведь вот почтальон, например, не уходит в специальный отпуск, чтобы разнести по квартирам письма и телеграммы. Вагоновожатый тоже занимается своим делом, не спрашивая на то особой резолюции. И вообще действия Самообложенского показались всем естественными. Ему даже сказали. — Сильно написано, Алеша, в особенности насчет «Метрополитена». Очень убедительно. Тебе обязательно дадут отпуск. — Конечно, дадут, — радовался Самообложенский. Буду писать. Знаешь, это подлежащее, сказуемое, какая-нибудь идея, какая-нибудь метафора. Прелесть. — А ты кому, собственно, собираешься подать сей рапорт? — Да уж подам. Где-нибудь здесь, в доме Герцена, в Союз Писателей. — А ты подай копию в РЖСКТ, советский писатель. Смотри, Алешенька, уедешь в творческий, а они как раз тебе квартир-то и не дадут. — Да-да, — забеспокоился Самообложенский. — Копия в РЖСК, копия в столовую. И вдруг обнаружился скептик. Он сказал. — А почему же рапорт нужно подавать в Союз Писателей? — При чем тут Союз? Они скажут, пожалуйста, пишите ваше дело, а отпусков мы и не даем. У нас никто не состоит на службе. А вместе с этим отпадут и копии. Самообложенский очень испугался. — А кому же подавать-то? А может, в Гихл или в Наркомпрос? — Да садись просто за стол и пиши себе на здоровье. — Нет, просто за стол я не могу. Тут есть какая-то индивидуалистическая, какая-то антиобщественная нотка. Какой-то анархизм чувствуется, бесплановость. Знаете, я, кажется, попрошу мой отпуск в Глафлите. — Ну, как сказать. Это, правда, тоже не их дело, но они, понимаешь, могут не разрешить. Ты уж лучше в Глафлит не подавай. — Вот тогда в литературную энциклопедию. И все-таки солидные учреждения. Я у них скоро выйду на букву «С». Они не посмеют мне отказать. А копии можно в Большую советскую энциклопедию, в Малую, в техническую, в медицинскую, ну и на всякий случай копию московскому прокурору. А? Ну что же, это идея. И бедный Самоблаженский побрел по коридору насыщенному бензиновым запахом супов, свинобобов, старых пальто и канцелярских чернил. Как дошел Самоблаженский до такого странного состояния? Что привело его к составлению трагического документа? Это было три года назад. Он был молод и наивен, писал свои пни и колдобины, и вдруг, совершенно случайно, кажется, затем, чтобы попросить спичку, вошел в одну из комнат дома Герцена. Там сидели четыре человека. Прикурить они ему не дали, а вместо того, зловеще посмеиваясь, избрали вице-президентом комиссии по установлению единого образца писательской членской книжки. Самоблаженский по молодости не знал еще того правила, что нельзя входить в комнату, где собралось больше четырех писателей. Обязательно куда-нибудь выберут. Новый вице-президент стал хорить по комнатам, чтобы все-таки у кого-нибудь прикурить, и к концу дня состоял уже в пятнадцати комиссиях. В иные он был избран единогласно, в другие кооптирован тоже единогласно. Вот дети весь вред курения. Никогда не курите, дети. И началась для Алексея Самоблаженского новая, не то чтобы счастливая, но необыкновенно кипучая жизнь. Он стал известен, гораздо более известен, чем когда сочинял свою повесть. Имя его постоянно упоминалось в газетах. Он много заседал и помогал выносить полезные решения. Но писать он перестал. Его пишущая машинка заржавела, а стопа бумаги, полученная в гихле для творческих надобностей, незаметно разошлась на протоколы. И замечательная молодость ушла на создание всяческих «слушали, постановили». Слушали вопрос о перекраске забора в экономический зеленый цвет. Постановили. Забор перекрасить в зеленый экономический цвет, а вопрос об Алифе проработать товарищу Самоблаженскому совместно с товарищем Сексапильщиковым из киносекции. Слушали об организации междугородной переклички писателей с талдомскими кустарями. Постановили перекличку «организовать», поручив товарищу Самоблаженскому подготовить материалы. И через три года такой гордой жизни появился невероятный на первый взгляд рапорт о желании получить творческий отпуск. Ему дали отпуск. На рапорте появилась чья-то резолюция. Может быть, действительно сжалился прокурор, а может быть, разрешило Домоуправление по месту жительства. Говоря коротко, Алексей Самоблаженский, писатель, сел за письменный стол. Все было прекрасно. Чернильница была полна. На столе лежала новая стопа гихловской бумаги. Верный друг, отремонтированная пишущая машинка, сияла белыми кнопками и велосипедным звонком. Вдохновение пришло не сразу. Роман «Двулогия» не сразу обозначился на бумаге. Название. Первая любовь. Зачеркнуто. Вторая молодость. Зачеркнуто. Третий звонок. Зачеркнуто. Четвертый этаж. Зачеркнуто. Пятое колесо. Тут что-то есть. Итак, пятое колесо. И здесь застопорило на два дня. Не пролилась ни одна капля чернил. Двулогия не вязалась. Не подбирался нужный тон. Вообще никакого тона не было. Писатель не мог извлечь из себя ни одной ноты. Он забыл, как это делается. — Может быть, ты, Алешенька, пошел бы в какую-нибудь комиссию? Рассеялся бы, — посоветовала жена. — Да-да, комиссия. Комиссия — это хорошо. Тут что-то есть. Напрашивается какая-то новая форма, какое-то новое слово в литературе. Писатель вспомнил. — Да-да, листки папиросной бумаги, лиловый шрифт, зеленый забор, алифа — звучная перекличка с кустарями. И рука сама погнала давно задуманных героев по дороге, пробитой заседателями по великому канцелярскому шляху. Пятое колесо. Роман «Двулогия». Слушали. Был весенний вечер, когда Николай Кондыба, молодой осадмилец, вышел из ярко освещенного клуба бумажников. Постановили принять к сведению. Слушали. Ганка уже ждала его на лавочке, как и в прошлый раз, как и во многие прошлые разы их затянувшейся связи. Постановили создать комиссию для исследования отношений товарищей Кондыбы с товарищем Ганкой. Слушали. И хотя Кондыба знал, что между ними все кончено, и знал, что и Ганка знает об этом, как знают об этом все члены добровольного общества содействия милиции, где они с Ганкой раньше дружно работали. Но сознание это не могло придать ему силы, чтобы честно, по-комсомольски, сказать ей о том, что хотя он не хочет причинить ей неприятности, но он, Кондыба, может и должен причинить ей неприятности, хотя Асадмильский коллектив считает, что он не должен и не может поступать так, как он поступать не должен. Постановили. Указанный вопрос доработать на следующем заседании. Новая блестящая форма была найдена. Двулогия писалась легко. Она вязалась. Уже задолго до истечения творческого отпуска Алексей Самоблаженский доставил готовую рукопись в издательство. Для большей, так сказать, впечатляемости она была отпечатана на папиросной бумаге. Через две недели явился за ответом. — Прекрасно, — сказал заведующий издательством. — Ваша двулогия — великолепный творческий документ, говорящий за то, что вы смогли бы занять у нас должность начальника канцелярии. Какой слог! Какая форма! Хотите? А? Тем более, что бумаги у нас все равно мало. Под давлением жены Самоблаженский согласился. Сейчас он служит и считается дельным работником. Правда, в составляемых им отношениях проскальзывает иногда излишняя писательская легкость, ненужная метафоричность. Но его непосредственное начальство убеждено, что со временем это пройдет бесследно. Илья Ильф и Евгений Петров Интриги Читает Геннадий Постригаеву С товарищем Бабашкиным, освобожденным секретарем месткома, стряслась великая беда. Десять лет подряд членская масса выбирала Бабашкина, освобожденным секретарем месткома. А сейчас на одиннадцатый год не выбрала, не захотела. Черт его знает, как это случилось, просто непонятно. Поначалу все шло хорошо. Председатель докладывал о деятельности месткома, членская масса ему внимала, сам Бабашкин помещался в президиуме и моргал белыми ресницами. В зале стоял привычный запах эвакопункта, свойственный профсоюзным помещениям. Такой запах сохранился еще только в залах ожидания на отсталых станциях, а больше нигде уже нет этого портяночно-карболового аромата. Иногда Бабашкин для виду водил карандашом по бумаге, якобы записывая внеочередные мысли, пришедшие ему на ум в связи с речью председателя. Два раза он громко сказал «Правильно». Первый раз, когда речь коснулась необходимости активной борьбы с недостаточной посещаемостью общих собраний. И второй раз, когда председатель заговорил об усилении работы по внедрению профзнаний. Никто в зале не знал, что такое профзнание. Не знал и сам Бабашкин, вряд ли знал и председатель. Но ни у кого не хватило гражданского мужества прямо и откровенно спросить, что означает это слово. Ну, в общем, все шло просто чудесно. На Бабашкине были яловые сапоги с хромовыми головками и военная гимнастерка. Полувоенную форму он признавал единственно достойный освобожденного члена месткома, хотя никогда не участвовал в войнах. — А теперь приступим к выборам, — сказал председатель, делая ударение на последнем слоге. Профсоюзный язык — это совершенно особый язык. Профработники говорят выбора, договора, средства, процент, портфель, квартал, доставка, добыча. Есть еще одна особенность у профработника. Начиная свою речь, он обязательно скажет «Я, товарищи, коротенько», а потом говорит два часа, и согнать с трибуны его уже невозможно. Приступили к выборам. Обычно председатель зачитывал список кандидатов. Бабашкин вставал и говорил, что «иметь предложение голосовать в целом». Членская масса кричала «Правильно, давай в целом, чего там?» Председатель говорил «Позвольте считать эти аплодисменты». Собрание охотно позволяло, все радостно бежали по домам, а для Бабашкина начинался новый трудовой год освобожденного секретарства. Он постоянно заседал, куда-то кооптировался, сам кого-то кооптировал. Иногда против него плели интриги, другие освобожденные члены. Иногда он сам плел интриги. Это была чудная, кипучая жизнь. А тут вдруг начался кавардак. Так, прежде всего, собрание отказалось голосовать список в целом. «А как же это вы отказываетесь?» Сказал Бабашкин, демагогически усмехаясь. «Когда имеется предложение. Тем более, что по отдельности голосовать надо два часа, а в целом пять минут, и можно идти домой». Однако членская масса с каким-то ребяческим упрямством настаивала на своем. Бабашкину было ужасно неудобно голосоваться отдельно. Он чувствовал себя как голый. А тут еще какая-то молодая член союза позволила себе резкий, наглый, безответственный выпад, заявив, что Бабашкин недостаточно проводил работу среди женщин и проявлял нечуткое отношение к разным вопросам. Дальше начался кошмарный сон. Бабашкина поставили на голосование и... не выбрали. Еще некоторое время ему представлялось, что все это не всерьез, что сейчас встанет председатель и скажет, что он пошутил, и собрание с приветливой улыбкой снова изберет Бабашкина в освобожденные секретари. На этого не произошло. Жена была настолько уверена в непреложном ходе событий, что даже не спросила Бабашкина о результатах голосования. И вообще в семье Бабашкиных слова «выборы», «голосование», «кандидатура», хотя и часто произносились, но никогда не употреблялись в их прямом смысле, а служили как бы добавлением к портфелю и кварталу. Утром Бабашкин побежал в областной профсовет жаловаться на интриги. Он ходил по коридорам, всех останавливал и говорил «меня не выбрали». Говорил таким тоном, как обычно говорят «меня обокрали». Но никто его не слушал. Члены совета сами ждали выборов и со страхом гадали о том, какой процент из них уцелеет на своих постах. Председатель тоже был в ужасном настроении, громко, не впопад говорил о демократии и при этом быстро и нервно чесал спину металлической бухгалтерской линейкой. Бабашкин ушел, шатаясь. Дома состоялся серьезный разговор с женой. «А кто же тебя будет уплачивать в жалование?» — спросила она с присущей женщинам быстротой соображения. «Придется переходить на другую работу», — ответил Бабашкин. «Опыт у меня большой, стаж у меня тоже большой. Меня всюду возьмут в освобожденные члены». «Как же возьмут, когда надо, чтобы выбрали?» «Ничего. С моей профессией я не пропаду». «С какой профессией?» «Ну, что ты глупости говоришь? Я профработник, старый профработник. Ей-богу, даже смешно слушать». Жена некоторое время внимательно смотрела на Бабашкина, а потом сказала «Твое счастье, что я умею печатать на машинке». Это была очень умная женщина. Вечером она прибежала домой, взволнованная и счастливая. «Ну, Митя», — сказала она, — «я все устроила. Только что я говорила с соседским управдомом. Им как раз нужен дворник и хорошие условия. Семьдесят пять рублей в месяц, новые метлы и две пары рукавиц в год. Пойдешь туда завтра наниматься. А сегодня вечером Герасим тебя выучит подметать. Я уже с ним сговорилась за три рубля». Бабашкин молча сидел, глядя на полку, где стояло толстое синее с золотом собрание сочинений Маркса, которое он в суматохе профсоюзной жизни так и не успел раскрыть и бормотал. «Это интриги, факт. Я этого так не оставлю». Илья Ильф и Евгений Петров Лентяй Читает Геннадий Постригайл Ровно в девять часов утра небольшая комната сектора планирования наполнилась сотрудниками. Прогремел железный футляр, который сняли с Ундервуда и поставили на подоконник, захлопали ящики письменных столов, и рабочий день начался. Последним явился Яков Иванович Дубинин. «Салют!» — сказал он жизнерадостно. «Здравствуйте, Федор Николаевич! Здравствуйте, Людмила Филипповна! Остальным общий привет!» Но, повернувшись к своему столу и увидев на нем большую кучу деловых папок, он сразу увял. Некоторое время он сидел, тупо глядя на бумаги, потом встрепенулся и развернул правду. «Ого!» — сказал он минут через десять. «Немцы-то, а?» «Эрнувель пишет...» Сектор безмолвствовал. Дубинин, конечно, понимал, что надо бы заняться планированием, но какая-то неодолимая сила заставила его перевернуть страницу и углубиться в чтение большой медицинской статьи. «Товарищи!» — внезапно воскликнул он, высоко поднимая брови. «Вы только смотрите, что делается! Вы читали сегодняшнюю правду?» Трудолюбивые сотрудники подняли на него затуманенные глаза, а Людмила Филипповна на минуту даже перестала печатать. «Можно будет рожать без боли! Здорово, а?» Он так взволновался, как будто бы сам неоднократно рожал и испытывал при этом ужасные страдания. Машинка снова застучала, а Яков Иванович принялся читать дальше. Он добросовестно прочитывал все по порядку, не пропуская ни одного столбца и бормоча. «Угу, а сев — ничего. Сеют, сеют, засевают. Что-то в этом году в грязь не сеют. А может, сеют, но не пишут. Ну-с, пойдем дальше». «Ого! Опять хулиганы! Я бы с ними не стеснялся, честное слово. Профессор Пикар приехал в Варшаву. Я бы лично никогда не полетел бы в стратосферу, хоть вы меня озолотите. Ну-с, а в Большом театре сегодня садко. Билеты со штампом «Град Китиш» действительно на двадцать восьмое. А дальше что? Концерт Беаты Малкин, вечер сатиры и юмора при участии лучших сил. Парт-коллегия вызывает в комнату БИС-598 товарища Никитина. Угу. Так-так. Телефоны редакции уполномочены главлита двадцать две тысячи шестьсот двадцать четыре. Дубинин озабоченно посмотрел на часы. Было всего только одиннадцать. «Да, а известие где?» — деловито закричал он. «Дайте мне известие». «Федор Николаевич, где известие? Вечно эта проклятая курьерша куда-нибудь их засовывает». «Сегодня известий нет», — сухо ответил Федор Николаевич. «Как нет?» «После выходного известий никогда не бывает». Яков Иванович даже изменился в лице, когда понял, что читать больше нечего. В тоске он хрустел пальцами и четверть часа сидел, не будучи в силах пошевелиться. Потом собрался с духом и стал изготавливать картонный переплетик для своего паспорта. Он долго и старательно что-то резал, клеил и, высунув язык, выводил надпись «Я и Дубинин». К часу дня грандиозный труд был закончен. Приближалась роковая минута, когда придется все-таки заняться планированием. Яков Иванович отвернулся от письменного стола брезгливо, как кот, которому пьяный шутник сует в нос дымящуюся папиросу. Он даже фолькнул от отвращения. За окном шумели голые весенние ветки. — Сегодня солнечно, но ветренно, — сообщил Яков Иванович, набиваясь на разговор. — Не мешайте, пожалуйста, работать, — ответила Людмила Филипповна. — Я, кажется, всем здесь мешаю, — обидчиво сказал Дубинин. — Ну что ж, я могу уйти. И он ушел в уборную, где сидел сорок минут, думая о нетоварищеском, нечутком отношении к нему сотрудников сектора планирования, о профессоре Пикаре и о том, что билеты на град Китиш действительны на двадцать восьмое. — Вот черт, — думал он, — ходят же люди по театрам. Времени у них сколько угодно, вот они и шляются. В свой сектор Дубинин вернулся томный, обиженный. — К вам посетитель приходил, — сказала Людмила Филипповна. — Относительно запланирования стеклянной тары. Он ждет в коридоре. — Знаю, без вас, — сурово сказал Яков Иванович. — Сейчас я с ним все вырешу. Уж вы, извините за выражение, человеку в уборную сходить нельзя. Но в эту минуту его позвали к начальнику. — Слушайте, товарищ Дубинин, — Сергита сказал начальник, — оказывается, вы сегодня опять опоздали на десять минут к началу служебных занятий. — Это что же получается? Не планирование, а фланирование? — Вы понимаете, что такое десять минут украденного государства? — Я вынужден объявить вам выговор в приказе. Я вас не задерживаю больше, товарищ Дубинин. Можете идти. — Не задерживаю, — горько думал Яков Иванович, медленно идя по коридору. — Фланирование. — Скажите, пожалуйста, какой юморист. Тут работаешь, как зверь, а он бюрократ паршивый, городовой в пиджаке. — Нет, я этого так не оставлю, — кричал он в отделе, заглушая шум машинки. — Да, я опоздал на десять минут. Действительно, на десять минут я опоздал. Ну и что? Разве это дает ему право общаться со мной, как со скотом? — Я вас не задерживаю. Еще бы он меня задержал. Нахал. Можете идти. Что это за тон? — Да, и пойду, и буду жаловаться. Он хватал сотрудников за руки, садился на их столы и беспрерывно курил. Потом сел на свое место и принялся сочинять объяснительную записку. — Объяснительная записка, — вывел он посередине листа. Он сбегал в соседний сектор, принес оттуда красных чернил и провел под фиолетовым заглавием красивую красную черту. — Товарищ Дубинин, — сказал тихий Федор Николаевич, — готовы у вас плановые наметки по Южному заводу? — Да и не мешайте работать, — заревел Яков Иванович. — Человека оскорбили, втоптали в грязь. Что ж, ему же и оправдаться нельзя, у него же отнимают последнее право апелляций. Федор Николаевич испуганно нагнул голову и притаился за своим столом. — Я им покажу, — ворчал Дубинин, приступая к созданию объяснительной записки. — Двадцать пятого сего месяца я был вызван в кабинет товарища Пытлясинского, где подвергся неслыханному... Он писал с громадным жаром, разбрызгивая чернила по столу. Он указывал на свои заслуги в области планирования. — Да-да, именно планирования, а не фланирования. Конечно, острить может всякий, но обратимся к непреложным фактам. Инкриминируемое мне опоздание на десять минут, вызванное трамвайной пробкой на площади имени Свердлова... — Пришел товарищ Дубинин, — раздался голос. — Я, собственно говоря, поджидаю его уже два часа. — Что? — сказал Дубинин, обратив к посетителю страдающий взгляд. — Я, товарищ, по поводу стеклянной тары. — Вы что, слепой? — сказал Яков Иванович гнетущим шепотом. — Не видите, что человек занят. Я пишу важнейшую докладную записку, а вы претесь со своей стеклянной тарой. Нет у людей совести и чувства меры. Нет, честное слово, нет. Он отвернулся от посетителя и продолжал писать. — Десятиминутное опоздание, вызванное, как я уже докладывал, образовавшейся на площади имени Свердлова пробкой, не могло по существу явиться сколько-нибудь уважительной причиной для хулиганского выступления товарища Пытлясинского и Ижи с ним. В половине пятого Дубинин поднялся из-за стола. — Так и есть, — сказал он. — Полчаса лишних просидел в этом проклятом, высасывающем всю кровь учреждении. Работаешь, как дикий зверь, и никто тебе спасибо не скажет. Объяснительную записку он решил дописать и окончательно отредактировать на следующий день. Илья Ильф и Евгений Петров Отдайте ему курсив Читает Геннадий Постригаев Когда отменили букву «Ять», учитель Очаковской казенной прогимназии И.Ф. Конторский сошел с ума. Он поджег двухэтажное здание благотворительного общества «Капля молока» и бежал в степь. Поймали его только через три дня силами пожарной команды и роты бывших потешных указанной прогимназии. Любопытно отметить, что когда господина Конторского вели по улице, он громко выкрикивал «Звезды, седла, цвел, приобрел!» Хроника бывшей Херсонской губернии Вначале в общем шуме ничего нельзя было разобрать. Писатели говорили все разом. Вполне возможно, что они лили воду на чью-то мельницу. Но чья это была мельница, никто точно сказать не мог, потому что раб уже закрылась, и некому было провернуть этот животрепещущий вопрос. В конце концов выяснилось, что говорили главным образом о критиках. И надо прямо сказать, что суждения художников слова отличались некоторой пристрастностью. Высказывались, например, в том смысле, что критиков хорошо бы вешать на цветущих акациях. Это было слишком поэтично и чуть-чуть бессердечно. Придумывались еще худшие казни. Предлагали поймать известного млада критика и отобрать у него литературный инструмент. Кавычки, многоточие, восклицательные знаки и курсив мой. Очень, очень жесткие слова говорили. И, конечно, несправедливые слова. Критики должны иметь место. Без них не может быть полного счастья. Пусть только не будут первыми учениками, зубрилами с вытаращенными от усердия глазами. Кто их не помнит, гимназистов в синих фуражках с белым кантом и серебряным гербом. На большой перемене, когда ученики играли в скок-скок скакуна и в ушки, или предавались чтению выпусков «Этель Кинг. Женщина-сыщик», зубрилой сидел на подоконнике и горестно бормотал. Белый серый бедный бес, убежал бедняга в лес. Лежим по лесу он бегал, редкий с хреном пообедал, и за горький тот обед дал обед не делать бед. И форма, и содержание этого стиха говорят за то, что писал его не Пушкин, не Александр Сергеевич. Как-то не очаровывал этот стих, не дул от него ветер вдохновения, но зато таились в нем волшебные свойства. В стихотворение входили только слова с ятями. Это было специальное педагогическое произведение, которое в популярной художественной форме вбивало в мозги учеников столь необходимый ядь. Зубрила никогда не пытался проникнуть вглубь грамматического вопроса. Он не допытывался, почему вдруг бес бегает по лесу и жрет хрен. Он знал только, что нужно ответить без запинки. Тогда все будет хорошо, и родителей не вызовут для объяснений, и в кондуитном журнале не будет о нем гадких компрометирующих записей. А главное, не надо было думать. Выпалил заученное, получил пятерку и пошел прочь. Завтра выпалил то же самое, послезавтра опять то же самое. Хорошо быть первым учеником, критическим зубрилой литературной прогимназии. Автор ночью сидит за столом, и чай леденеет в стакане, и мысль не дается в руки, и язык получается непрозрачный, а так хочется, чтобы был прозрачный. В общем, много дел. И покуда автор волнуется и скачет, тут же за перегородкой в писательском доме монотонно бормочут свои критические вирши первый ученик. Бойтесь, дети, гуманизма, Бойтесь ячества, друзья, Формализма, схематизма, Опасайтесь, как огня, Страшен, дети, техницизм, Биология вредна, Есть в ней скрытый мистицизм, Левовщина, феодализм, Механицизм, Неопределенный ремаркизм, Неопределенный ревматизм, А также шулетиковщина в ней видна. Разделяйте все моменты на шаги и на проценты, Шаг вперед, два назад, Автор плачет, критик рад, Задавим новый мир, И дыры, и дыры. Зазубрив такой стих, Примерный ученик без лишних дум и сомнений Приступает к написанию критической статьи. Он уже овладел техникой, Он знает все слова на ядь. Основа статьи имеется, Остальная мелочь, Но и для мелочей хранятся заголовки. Для названия статьи Употребляется так называемая формула сомнения. Если рецензируемая книга называется «Жили два товарища», Статья о ней первого ученика Имеет заголовок «Жили ли два товарища». Произведение носит название «Трагедийная ночь». Рецензия «Трагедийная ли ночь?» Это хорошо, Это удобно. Автор сразу берется под сомнение. По заголовку статьи Сразу видно, Что писал ее первый ученик, А не какой-нибудь там второй. Тут стесняться нечего. Формула заголовков удобная. Список ли благодеяний ли? Наследник ли? Или чей наследник? Последний ли из УДГ ли? Севастополь ли? Почему он все время сомневается? Неужели он думает, Что автор пытался всучить Рабочему читателю Симферополь вместо Севастополя? Или, скажем, Серпухов? Да нет, Ни о чем он не думает. Просто формула готова, А менять ее для какого-то попутчика Не хочется. Некогда. Начиная свою статью, Первый ученик никогда не скажет Автор изобразил. Или там, Автор нарисовал. Тут есть более осторожная фраза Автор попытался изобразить. Автор сделал попытку нарисовать. Привычка настолько велика, Что даже о Шекспире стали писать. В пьесе Отелло Автор попытался изобразить ревность. Кстати, статья называется «Мавр ли?» И читатель в полной растерянности. Может быть, действительно не мавр, А еврей? Шейлок? Тогда при чем тут Дездемона? Ничего нельзя понять. Если писатель, не дай бог, Сочинил что-нибудь веселое, Так сказать, в плане сатиры и юмора, То ему немедленно вдеваются в бледные уши Две критические серьги По линии сатиры. Автор не поднялся до высоты Подлинной сатиры, А работает в холостую. По линии юмора. Беззубое зубоскальство. Кроме того, автор обвиняется В ползучем империзме. А это очень обидно, товарищи. Ползучий империзм. Вроде стригущего лишая. Особенно не любит первый ученик Произведений, где герои Объясняются в любви, Женятся и так далее. Он заостряет вопрос, Он ставит его ребром. Нужно ли в наши дни Отображать это чувство В художественной литературе? Никакой любви нет. Позвольте. А откуда же берутся дети? Тепуха. Пожилого советского читателя Нетрудно убедить в том, Что детей приносят аисты. Под ударами первого ученика Писатель клонится все ниже и ниже, А Зубрила, Бармача, Чтобы не позабыть, Есть в нем скрытый мистицизм, Биология в нем видна, Принимается за самую ответственную операцию Нечто вроде трепанации черепа Вскрывание писательского лица. Тут он беспощаден И в выражениях совершенно не стесняется. Формула требует энергичного сравнения, Поэтому берутся наиболее страшные Советского автора Называют вдруг агентом Британского империализма, Отождествляют его с П.Н. Милюковым, Печатно извещают, Что он никто иной, Как объективный Булак Булахович, Понкаре или даже Мазепа, Иногда сравнивают с извозчиком Комаровым. Все эти страшные обвинения Набираются курсивом и неуклонно, Такова традиция, Снабжаются замечанием Курсив мой. Курсив мой! Курсив мой! 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 Это его курсив, Курсив первого ученика. И эти придирчивые притязания Мне хорошо бы, наконец, Удовлетворить. Не мучьте ученика, Отдайте вы ему его вещи, Пусть возьмет свой курсив И хоть чуть-чуть Поразмыслит над ним, Пусть опомнится От зубрежки. Илья Ильф И Евгений Петров Последняя встреча Читает Геннадий Постригайлов В курительной комнате Художественного театра Во время антракта Встретились два человека. Сначала они издали Посматривали один на другого, Что-то соображая. Потом Один из них описал Большую циркуляцию, Чтобы посмотреть на второго сбоку. И, наконец, Оба они бросились Друг к другу, Издавая беспорядочные восклицания, Из которых самым оригинальным Было сколько лет, Сколько зим. Минута три Ушло на обсуждение Вопроса о том, Какое количество воды Утекло за пятнадцать лет, И всякие там... Да, брат, Такие-то дела, брат, А ты, брат, постарел. Да и ты, брат. Затем завязался разговор. Ты, значит, По военной линии пошел? Да, я уж давно. В центре? Нет, Сегодня только С Дальнего Востока. Ну, как там японцы? Хотят воевать? Есть у них такая установочка. Так-так, Что-то знаков у тебя На петлицах маловато. Эти, как называются? Шпалы. Три шпалы. Ага. А ромбов нет. Ромбов нет. А какой же это Чин? Три шпалы. Командир полка. Не густо, старик, Не густо. Почему не густо? Командовать полком В Красной Армии Почетное дело. Полк — это Крупное подразделение. Сколько учиться пришлось. Помнишь, мы с тобой Даже арифметики не знали. Я все эти пятнадцать лет учился. После военной школы Командовал взводом, Потом ротой. Командиром батальона Пошел в школу выстрел. Теперь вот Командую полком. Очень сложно. В прошлом году Был еще на курсах Моторизации и механизации. И сейчас учусь. А ромбов все-таки нет. Ромбов нет. Ну, а ты по какой линии, Костя? Я, Леня, По другой линии. Ну, все-таки. Я, Леня, Ответственный работник. Вот как? А по какой же линии? Ответственный работник. Ну, так вот я и спрашиваю, А по какой линии? Так я тебе и отвечаю. Ответственный работник. Работник чего? Что чего? Ну, спрашиваю, Какая у тебя специальность? При чем тут специальность? Честное слово, Как с глухонемым разговариваешь. Я, Голубчик, Глава целого учреждения. Если по-военному считать, То это Ромба-2-3, Не меньше. А какого учреждения? Директор строительного треста. Это здорово. Ты что, Архитектор теперь? Учился в Академии искусств? Учился? Это когда же? А работать-то кто будет? Меня нет времени Правду почитать, Не то что учиться. Очень хорошо, конечно, Учиться. Об этом и Сталин говорил. Только если бы Все стали учиться, То кто бы дело делал? Ну, ладно, Идем в зал. Мы тут последние остались. Разговор возобновился В следующем антракте. Значит, Ты учился, Учился, А Ромбов Все-таки нет. Ромбов нет. Ну, вот скажи мне, Кость, Следующее. Раз ты не архитектор, То у тебя, вероятно, Практически опыт большой. Огромный опыт. И, скажем, Если тебе приносят чертеж Какого-нибудь здания, Ты его свободно читаешь, конечно. Можешь проверить расчеты И так далее. Зачем? У меня для этого есть Архитекторы. Что же я их даром В штате держать буду? Если я по целым дням Буду в чертежах копаться, То кто будет дело делать? Ага. Значит, Ты на себя взял Финансовую сторону. Какая финансовая сторона? Чего вдруг я буду Загружать себя всякой мелочью? На это есть экономисты, Бухгалтерия. Там брат Калькулирует День и ночь. Я даже Одного профессора держу. А вдруг тебе Твои калькуляторы Подсунут Какую-нибудь чепуху? Кто это мне подсунет? Ну, возьмут и подсунут. Ты же не специалист. А чутье? Какое чутье? Ну, что ты дурачком Прикидываешься? Обыкновенно какое. Я без всякой науки Все насквозь вижу. Так Чем же ты занимаешься В своем учреждении? Строительными материалами, что ли? Эта отрасль Довольно интересная. Да и ни черта я не понимаю В твоих строительных материалах. Позволь, Ты говорил, Что у тебя громадный опыт. Опыт Колоссальный. Ведь я На моей теперешней работе Только полгода. А до этого Я был в край молоке. Так бы сразу и сказал, Что ты знаток молочного хозяйства. Да уж, В свиньи с коровой не спутаю. Значит, В край молоке Три месяца, А до молока В утиль сырье. А до этого Заведовал музыкальным техникумом. Был на профработе. Служил в Красном кресте И полумесяце. Руководил Изыскательной партией По олову. Заворачивал брат Целым банком В течение двух месяцев. Был В Курупре, В отделении В УКО-спилке И в Меланжевом комбинате. А еще, По крайней мере, На десяти постах. Сейчас просто всего И не вспомню. Командир полка Немного смутился. Я что-то не пойму, Какая у тебя Основная Профессия? Ну, неужели Непонятно? Осуществляю Общее Руководство. Да-да, Общее Руководство, Это я понимаю. Но вот Профессия, Ну, как тебе Объяснить? Ну, Пятнадцать лет назад, Помнишь, Я был Слесаренком, А ты Электромонтерничал. Так вот, Какая Теперь у тебя Профессия? Чудак, Я же С самого начала Говорил. Ответственный Работник. Вот Саша Зайцев, Помнишь, Учился, Учился, А я Его за Это Время Обскакал. Да и Большинство Учатся, А я Ничего, Обхожусь, Даже Карьерку Сделал. Есть, Сказал Командир. Теперь Все Понятно. Карьерку. Да, Зажептал Вдруг Глава Треста, Таинственно Оглядываясь. У меня Новость. То есть, Собственно, Новости Еще нет, Но, Может быть, Будет. Понимаешь, Я, Кажется, Вовремя Попал На новую Службу. На днях Исполняется Десятилетие Нашего Треста, И, Говорят, Будут Награждать. Не Может быть, Чтобы всех Наградили, А директора Не Наградили. Как Ты Пора окажется В зал, Нетерпеливо Сказал Командир. Вот Ты Военный, Продолжал Костя, А ордена Не имеешь. Это Нехорошо. У меня Есть. Да Ну, Откуда? Да Так, Участвовал В одном Деле, В китайском Конфликте. Там Давали? Засуетился Костя. Там Стреляли, Сухо Ответил Командир. Так Что ж Ты его Не носишь? Ну, Чего ради Я его Понесу В театр? С ума Ты Сошел? А куда Ж еще? Именно В театр, Чтобы все Видели. Эх ты, Вояка, Где ж ты Его держишь? В коробочке. Ну, Действительно Нашел Место. Ну, Ладно, Четвертое Действие Можно Не смотреть, Там Неинтересно. Сейчас Едем Ко мне. У меня Брат Жена Красавица. Есть На что Посмотреть. Закусим, То Да Сё, Граммофончик Заведем. Ну, Что ж, Интересно Будет Посмотреть. Идем, Идем. У меня, Брат, Дома Полный Комплект. И Верно. Дома У него Оказался Большой Комплект, Так сказать, Полный Набор Игрушек Для пожилого Ребеночка Лет Тридцати Пяти Патефон С Польским Танго Радио С Динамиком Фотоаппарат Лейка С Пятью Объективами Шестью Штативами И Двумя Увеличителями Жены Еще Не Было Замечательный У тебя Фотоаппарат Сказал Командир Ты, Наверное, Прекрасные Снимки Делаешь Да Нет Ответил Костя Возясь У Буфета Какой Я Фотограф И Времени Не Сказать Правду Этим Заниматься Жалко Жалко Ну Включи Радио Кажется Это ЭКЛ-4 Он Должно Быть Весь Мир Принимает Интересно Послушать Костя Сунул Вилку В штепсель И Повернул Какую-то Ручку Раздалось Тошнотворное Мяуканье Костя Живо Выключил Радио Я Знаешь Ли Не Специалист Этого Дела Тут Квартиры Вова Восемь лет Шарлатану А все Станции Отлично Ловят И Копенгаген И Мамингаген И что Ты только Хочешь Ну Что ж Со вздохом Сказал Командир Заведи Хоть Магнитофон Может Жену Подождем Она У меня Специалист По Граммофонным Делам Впрочем Можно И завести Ответственный Костя Принялся За Граммофон Да Брат Говорил Он Задумчиво Крутя Ручку Все Есть Квартира Радио Лейка Жена Красавица Только Вот Ордена Нет Вот Бы Мне Еще Ордено Тут Раздался Короткий Леденящий Душу Треск Так И Есть Удивился Костя Лопнула Пружина Говорил Я Подождем Жену Жалко Хорош Такой Граммофончик Был Не то Импортный Не то Экспортный Что Теперь Нам Делать Закусим Что Ли И Потирая Руки Он Двинулся К столу В это Же Время Неожиданно Погасло Электричество Что За Черт Раздался В темноте Костин Голос Будем Теперь Сидеть Без Света Да Почему Ж Без Света Раздраженно Сказал Командир Простое Дело Перегорела Пробка Возьми И Почини Был Ты Когда-то Электромонтером Куда Там Я Уж Все Перезабыл Где Там Монот Где Там Катот Нет Придется Послать За Специалистом Он Еще Долго Кряхтел В темноте Когда Свет Зажегся Командира Уже Не Было Илья Ильф И Евгений Петров Саванна Рыло Странный Разговор Велся В одной Из Фанерных Комнат Из-за Гиза Редактор Дорогой Константин Павлович Я Смотрел Ваш Плакат Одну Минутку Я Закрою Дверь На Ключ Чтобы Нас Никто Не Услышал Художник Болезненно Улыбается Редактор Вы Знаете Константин Павлович От Вас Я Этого Не Ожидал Но Что Вы Нарисовали Посмотрите Сами Художник Как Что Все Соответствует Теме Больше Внимания Общественному Питанию На Фабрике Кухни Девушка Официантка Подает Обед Может быть Я Подпись Переврал Испуганно Декламирует Дома Грязь Помои Клоп Здесь Борщи Эскалоп Дома Примус Корки Тлен Эскалоп Здесь Африкен Редактор Да Нет Тут Все Правильно А Вот Это Что Вы Мне Скажите Художник Официантка Редактор Нет Вот Это Вот Показывает Пальцем Художник Кофточка Редактор Проверяет Хорошо Ли Закрыта Дверь Вы Не Виляйте Вы Мне Скажите Что Под Кофточкой Художник Грудь Редактор Вот Видите Хорошо Что Я Сразу Заметил Эту Грудь Надо Свести На Нет Художник Я Не Понимаю Почему Редактор Застенчивая Велика Я Бо Даже Сказал Громадно Товарищ Громадно Художник Совсем Не Громадно Маленькая Классическая Грудь Афродита Анадиомена Вон И Укановы Отдыхающая Венера А потом Возьмите Наконец Известный Немецкий Труд Профессора Андерфакта Брусте Ундебюсте Где С цифрами В руках Доказано Что Грудь Женщины Нашего Времени Значительно Больше Античной А я Сделал Античную Редактор Ну и Что из того Что больше Нельзя 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 Отдаваться Мальчиком Размер Художник Сами Нельзя Дружочек Одну Секундочку Простите Вы Женаты Художник Да Редактор Нехорошо Это Стыдно Ну ладно До свидания И Побрел Художник Домой Замазывать Классическую Грудь Непроницаемой Гуашью И Замазал Добродетель Ханжество Плюс Чопорность Из штата Массачусетс Плюс Кроличья Паника Восторжествовало Красивых Девушек Перестали Брать На работу В кинематографию Режиссер Мыкался Перед Актрисой Не решался Мекал Да и дарование У вас Конечно Есть Даже Талант Но Какая-то Вы такая С физическими Изъянами Стройная Как Киевский Тополь Какая-то Вы Извините Меня Красавица Ах Черт Она Была Бы В музыке Каприччо В скульптуре Статуэтка Ренессанс Одним Словом В таком Виде Никак Нельзя Что Скажет Общественность Если увидит На экране Подобное Вы Несправедливая Люцифер Маркович Говорила Актриса За последний Год Вы ведь Знаете Меня Никуда Не берут Я Значительно Лучше Выгляжу Смотрите Какие Морщинки На лбу Даже Седые Волосы Появились Ну Что Морщинки Досадовал Режиссер Вот Если Бы У вас Были Мешки Под Глазами Или Глубоко Запавший Рот Это Другое Дело А У вас Рот Какой Вишневый Сад Какой Мы Увидим Небо В Алмазах Улыбнись Ну Так И Есть Все Тридцать Два Зуба Жемчуга Торксин Нет Никак Не могу Взять Вас И Походка У вас Черт Знает Какая Грациозная Дуновение Весны Смотреть Противно Актриса Заплакала Чего Я Такая Несчастная Талантливая И Некривобокая В семье Не без урода Сухо Заметил Режиссер И Что ж Мне с вами Делать А ну-ка Попробуйте Сгорбиться Больше Больше Гораздо Больше Еще Не можете Где Ассистент Товарищ Сатанинский Навесите-ка Ей на шею Две-три Подковы Нет Не с Картины Шурупчики Граненые А настоящие Железные Ну как Милуша Вам Уже Удобнее Ходить Вот И Хорошо Один Глаз Надо Будет Завязать Черной Тряпочкой Чересчур Они у вас Симметрично Расположены В таком Виде Пожалуй Дам Вам Эпизод Почему Вы Плачете Фу Кто Его Поймет Женское Сердце Мюзик Холл Был Взят Ханжами В конном Строю Одним Лихим Налетом Который Несомненно Войдет В мировую Историю Кавалерийского Дела В захваченном Здании Была Произведена Рубка Лозы Балету Из тридцати Девушек Выдали Тридцать Пар Чаплинских Чоботов Тридцать Штук Мужских Усов Тридцать Старьевщицких Котелков Тридцать Пастерских Сюртуков И Тридцать Пар Брюк Штаны Были Выданы Нарочно Широчайшей Чтобы Никоим Образом Не Обрисовалась Бы вдруг Волшебная Линия Ноги Организованные Зрители Очень Удивлялись В программе Обещали Тридцать Герлс А Показали Тридцать Замордованных Существ Неизвестного Пола И возраста Во время Танцев Со Сцены Слышались Подавленные Рыдания Фигуранток Но Зрители Думали Что Это Штуки Касьяны Голизовского Искания Нюансы Взлеты Но Это Были Штуки Вовсе Не Голизовского Это Делали И Делают Маленькие Кустарные Саванно Ролы Они Корректируют Великого Мастера Мапассана Они Выбрасывают Оттуда Художественные Подробности Которые Им Кажутся Безнравственными Они Ужасаются Когда Герой Романа Женится Поцелуйный Звук Для них Страшнее Разрыва Снаряда Ах Как Они Боятся Как Им Тяжело И Страшно Жить На Свете К Саванно Рола Или Хотя Бы Саванно Рыла Нет Просто Старая Глупая Гувернантка Та Самая Которая Никогда Не Выходила На Улицу Потому Что Там Можно Встретить Мужчин А Мужчина Это Неприлично Так Что Тут Неприличного Говорили Ей Ведь Они Ж Ходят Одеты А Под одеждой Они Все-таки Голые Отвечала Гувернантка Нет Вы Меня Не Содьете Илья Ильф И Евгений Петров Широкий Размах Читает Геннадий Постригают За громадным Письменным Столом На дубовых Боках Которого Были Вырезаны Бекасы И Виноградные Гроздья Сидел Глава Учреждения Семен Семенович Перед Ним Стоял Завхоз В Кавалерийских Галифе С желтыми Леями Завхозы Почему-то Любят Облекать Свои Гражданские Телеса В полувоенные Одежды Как будто бы Деятельность Их заключается Не в мирном Пересчитывании Электрических Лампочек И прибивании Медных Инвентарных Номерков К шкафам И стульям А в Беспрерывной Джигитовке И рубке Лозы Значит Так Товарищ Кошачий С увлечением Говорил Семен Семенович Возьмите Семги А еще лучше Лососины Ну там Ветчины Колбасы Сыру Каких-нибудь Консервов Подороже Шпроты Вот вы Всегда так Товарищ Кошачий Шпроты Может еще Кабачки Фаршированные Или Свинобобы Резинокомбинат На своем Последнем Банкете Выставил Консервы Из налимьей Печенки А вы Шпроты Не шпроты А крабы Пишите Двадцать Коробок Крабов Завхоз Хотел было Возразить И даже Открыл рот Но ничего Не сказал И принялся Записывать Крабы Крабы Повторил Семен Семен Семенович И Пять Кило Зернистой Икры Не много Ли В прошлый раз Три Кило Брали И Вполне Хватило По-вашему Хватило А По-моему Не хватило Я Следил Сорок Рублей Кило Грустно Молвил Завхоз Ну и Что же Из этого Вытекает Так Вытекает Что Одна Икра Станет Нам Двести Рублей Я Давно Вам Хотел Сказать Что У вас Товарищ Кошачий Нет Размаха Банкет Так Банкет Закуска Горячая Даже Два Горячих Пломбир Фрукты Зачем Же Такой Масштаб Пробормотал Кошачий Ну Конечно Я Не спорю Мы Выполнили Месячную Программу Не Очень Хорошо Можно Поставить Чаю Пиво Бутербродов С красной Икрой Чем Плохо И Кроме Того На Прошлой Неделе Был Банкет По поводу Пятидесятилетия Управ Делами Я Вас Все-таки Не понимаю Товарищ Кошачий Извините Но Вы Какой-то Болезненно Скупой Человек Что У нас Бакалейная Лавочка Что Мы Частники Что Ли Завхоз Потупился Сраженный Аргументами И Потом Продолжал Семен Семенович Купите Вы Наконец Приличный Сервиз А то Подаете Уже Черт Знает На чем Какие-то Разнокалиберные Тарелки Рюмки Разных Размеров В последний Раз Вино Пили Из чашек Понимаете Вообще Что это Такое Понимаю А раз Понимаете То Пойдите В комиссионный Магазин И купите Все что Нужно Нельзя Ж Так Так Дорого Очень В комиссионном Семен 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 Ведь у нас Определенный Бюджет Я Лучше Вашего Знаю Про Бюджет Мы Не Воры Не Расстратчики И Себе Домой Эту Усасину В рукаве Не Таскаем Ну Зачем Нам Прибедняться Наши Предприятия Убытков Не Приносят Если Мы Устраиваем Товарищеский Ужин То Пусть Будет Ужин Настоящий Надо Нанять Джаз Пригласить Артистов А не Эту Тамбовскую Капеллу Как она Там Называется Ансамбль Лилистов Хрипло Сказал Завхоз Да-да Не надо Больше Этих Балалайчников Пригласите Хорошего Певца Пусть Там Споет Что-нибудь Спи Моя Радость Усни В Доме Погасли Огни Так Ведь Такой Артист Со слезами В голосе Сказал Кошачий С нас Три Шкуры Снимет Ну Какой Вы Право Честное Слов Человек С вас Он Снимет Эти Три Шкуры И потом Не Три А Две И Для Нашего Миллионного Бюджета Это Не Играет Никакой Роли Такси Для Артиста Придется Нанимать Тоскливо Прошептал Завхоз Семен Семенович Внимательно Посмотрел На Собеседника И Проникновенно Сказал Простите Меня Товарищ Кошачий Но Вы Просто Сквалышник Самый Обыкновенный Скупердяй Такой Извините Меня Обобщенный Тип Даже Описан В Литературе Вы Плюшкин Горпогон Да Да И Пожалуйста Не Возражайте У Вас Тяжелая Привычка Всегда Возражать Вы Плюшкин И Все Вот И Мой Заместитель Жаловался На Вашу Бессмысленную Мещанскую Скупость Вы До Сих Пор Не Можете Купить Для Его Кабинета Порядочной Мебели У У У Меха 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 Что Надо Для Работы Стулья В Шведских Шесть Столов Письменных Один Еще Один Стол Малый Графин Бронзовая Пепельница С С С С Красивый Новый Клеенчатый Диван Клеенчатый Застонал Семен Семенович Завтра Жи Купите Ему Кожаную Мебель Слышите Пойдите В комиссионную И купите Кожаный Семен Семенович Пятнадцать Тысяч Стоит Опять Эти Деньги Просто Противно Слушать Что Мы Нищие Что Ли Надо Жить Широко Товарищ Кошачий Надо Товарищ Кошачий Иметь Социалистический Размах Вы Меня Поняли Завхоз Спрятал В карман Рулетку Которую Вертел В руках И Шурша Кожаными Леями Вышел Из кабинета Вечером Сидя За чаем Семен Семенович Со скучающим Видом Слушал Жену Которая Что-то Записывала На бумажке И радостно Говорила Будет Очень хорошо И дешево Четыре Бутылки Вина Литр Водки Две Коробочки Анчоусов Триста Грамм Лассасина И ветчина А потом Я сделаю Весенний Салат Со свежими Огурцами И сварю Кило Сосисок Здравствуйте Ты кажется Что-то сказал Я сказал Здравствуйте Тебе что-нибудь Не нравится Забеспокоилась Жена Да Кое-что Сухо Ответил Семен Семенович Мне Например Не нравится Что каждый Огурец Стоит Один Рубль Пятнадцать Копеек Но ведь На весь салат Пойдет Два огурчика Да-да Огурчики Лососина Анчоусы Ты знаешь Во сколько Все это Станет Я тебя не понимаю Семен Мои именины Придут гости Мы уже два года Ничего не устраивали А сами Постоянно У всех бываем Просто неудобно Почему Неудобно Неудобно Потому что Невежливо Ну ладно Сказал Семен Семенович Томно Дай сюда Список Так Вот Все это Мы Вычеркиваем Остается Собственно Ничего Не остается А Купи ты Катя Вот что Купи ты Катя Бутылку Водки И Сто пятьдесят Граммов Сельдей И все Нет Семен Так невозможно Вполне Себе Возможно Каждый Тебе скажет Что селедка Это классическая Закуска Даже В литературе Об этом Где-то есть Я читал Семен Это будет Скандал Ну Хорошо Хорошо В таком случае Приобрети еще Коробку Шпрот Только Не бери Ленинградских Шпрот Требуй Тульских Они Хотя и дешевле Но Значительно Питательнее Можно подумать Что мы нищие Закричала Жена Мы Должны Строить Свою жизнь На основах Строжайшей Экономии И рационального Использования Каждой Копейки Степенно Ответил Семен Семенович Ты Ты получаешь Тысячу Рублей В месяц К чему нам Прибедняться Катя Я Не вор И не Расстратчик И не обязан Кормить на свои Трудовые деньги Банду Жадных Знакомых Тьфу Я Оставляю Твой выпад Без внимания У меня Есть бюджет И я Не имею Права Выходить За его Рамки Понимаешь Не Имею Права И в кого Он такой Сквалыга Уродился Сказала Жена Обращаясь К стене Ругай меня Ругай Сказал Семен Семенович Но Предупреждаю Что Финансовую Дисциплину Я буду Проводить Неуклонно Что бы Ты там Не говорила Говорю И буду Говорить Закричала Жена Коля Уже месяц Ходит В рваных Ботинках При чем Тут Коля При том Тут Коля Что он Наш Сын Ну Ладно Ладно Не кричи Купим Этому Пирату Ботинки С течением Времени Ну Что там Еще надо Говори Уж Скорее Может быть Рояль Надо купить А арфу Арфу Не надо А табуретку На кухню Надо Табуретку Завизжал Семен Семенович Зачем Табуретку Чего уж там Купим Для кухни Сразу Кожаную Мебель Всего Только Пятнадцать Тысяч Нет Катенька Я наведу В этом Доме Порядок И он Долго Еще Объяснял Жене Что пора Уже Покончить С бессмысленными Тратами Перами И тому Подобным Безудержным Разбрасыванием И разбазариванием Социалистической Копейки Спал он Спокойно Дело Студента Сверанского Преступление Было Совершено Как Впоследствии Удалось Установить Свидетельскими Показаниями И признаниями Самого Обвиняемого Ровно В семь Часов Вечера Двадцать Восьмого Апреля Сего Тысяча Девятьсот Тридцать Пятого Года Произошло Оно В вагоне Трамвая Студент Автомеханического Института Имени Ломоносова Сверанский Михаил Двадцати Трех лет Грамотный Холостой Не судившийся И приводов Не имеющий Следовал В вагоне Трамвая На торжественный Вечер В институт Так как После Официальной Части Вечера Предполагалась Часть Неофициальная Студент Сверанский Двадцати Трех Лет Был Чисто Выбрет И Принаряжен Что Может быть Лучше Быть Молодым Здоровым Веселым Ехать На вечер Где После Официальной Части Будет Черт Возьми Еще Часть Неофициальная Ехать И Сознавать Что Впереди Еще Длинное Чудная Жизнь Диплом Работа Может быть Женитьба Может быть Путешествие Нет Нам Никогда Уже Не испытать Подобного Чувства Уже И возраст Не тот И здоровьишка Не то Завидно Честное Слово Завидно В вагон Вошел Контролер И стал Проверять Билеты У Сверанского Оказался Билет Достоинством В десять Копеек В то время Как ему Полагалось Иметь Таковой Достоинством В пятнадцать Копеек Контролер Предложил Уплатить Штраф Студент Со вздохом Вынул Рубль Контролер Сказал Что надо Три Студент Сказал Что трех У него Нет Контролер Предложил Студенту Отправиться В милицию Студент Выдвинул Встречный План Пойти Вдвоем В институт Тут же Рядом И там Он ему Заплатит Контролер Отказался Относительно Дальнейшего Показания Расходятся Контролер Говорит Что студент Хотел Убежать И даже Пытался Открыть С ребенком Каковой Заплакал Студент Утверждает Что он Никого Не толкал А только Пытался Освободиться И что он Вообще Терпеть Не может Когда его Хватают Пятерней За лицо Вот и все Неприятная Трамвайная История Дальше Начинается Тяжелый Сон Сверанского Отправили В милицию Там Быстро Сочинили Протокол Где было Написано Что студент Признает Себя Виновным В хулиганстве Этот протокол Студент Не подписал Затем Сверанского Заключили Под стражу Ведь действительно Если не Применить Этой Радикальной Меры Пресечения И не Посадить Преступника За решетку Он может Скрыться От суда Например Убежать В Америку Или Всю жизнь Ходить С привязанной Бородой Скрываясь Таким образом От агентов Милиции Вот тебе И вечерок С неофициальной Частью Мысли И чувства Студента Здесь Изложены Не будут Можно Только Сказать Что студент Просидел До суда Десять дней Так что В мыслях И чувствах Недостатка Не было Наконец В камере Нарс-суда Пятого Участка Ленинского Района В городе Москве Состоялся Сенсационный Процесс Суд Идет Прошу Встать Ну что ж Встанем И посмотрим Что произошло Суд Состоялся Под председательством Народного Судьи Бизлина При Нарзаседателях Горохове И Осинчукове При Секретаре Блузман С участием Защитника ЧКЗ Кагана Стража Ввела Обвиняемого Он Был Бледен ЧКЗ Взволнованно Пил Воду Прочищая Горло Вообще Все было Честь Честью Огласили Обвинительное Заключение Будучи в трезвом виде Пытался Скрыться Допрошенный В качестве Обвиняемого Показал Обвиняется По признакам Преступления Предусмотренного О Этот Суконный Язык Он Всему Придает Важность И значительность Попробуйте Переложить На этот Язык Такую Простенькую Фразу Мария Ивановна Сидела На диване И читала Книгу Мягкий Свет Лампы Падал На Перелистываем Страницы Вот что Получится 17 Сего Апреля В два Часа По полуночи В квартире Номер 75 Была Обнаружена Неизвестная Гражданка Назвавшаяся Мария Ивановна Сидевшая В северо-западном Углу Комнаты На почти Новом Диване Купленном По ее Заявлению В магазине Моздрева В руках У нее Удалось Обнаружить Книгу Неизвестного Автора Скрывавшегося Под фамилией А. Толстой Каковую Она По ее Словам Читала Употребляя Для освещения Как комнаты Так равные Книги Настольную Штепсельную Лампу Свернутой В таковую Электрической Лампочкой Силы В 25 Свечей И, Как утверждает Экспертиза Накалов 120 Вольт Правда Ведь Такую Явно Преступную Гражданку Хочется Немедленно Изолировать От общества Избрав Мерой Пресечения Взятия Под стражу Вернемся Однако К нашему Процессу На судебном Следствии Контролер Воронов Утверждал Свое А студент Сверанский Свое Единственный Свидетель Происшествия Командир РКК Кульчицкий Сообщил Что слышал Шум На площадке Что предложил Студенту Подчиниться Что студент Подчинился Что жалоб На студента От пассажиров Свидетель Не слыхал Как равно Не слыхал И детского Плача Самого Столкновения Он не видел И поэтому Не знает Кто кого толкал Что же Касается Поведения Обвиняемого То по дороге В милицию И в самой милиции Он вел себя Спокойно Были еще Свидетели Вызванные Защитой Которые Дали обвиняемому Прекрасную Аттестацию Бенецкий Староста Группы В которой Учился Сверанский Заявил Что ничего Не может О нем Сказать Кроме Хорошего Он и Хороший Общественник Он и Ударник Учебы ЧКЗ Произнес Пламенную Речь Ни Цицерон Ни Плевака Ни Брауде Не могли бы Представить Суду Более Веских И разумных Доводов В защиту Обвиняемого На бледные Щеки Студента Медленно Возвращался Румянец Публика Взволнованно Сопела И бросала На обвиняемого Сочувственные Взгляды Оправдательный Приговор Не вызывал Сомнений И тут Из совещательной Комнаты Вышел Нарсудья Бизлин При своих Нарзаседателях И при своем Верном Секретаре И Вкатил Студенту Сверанскому Два года Тюрьмы За злостное Хулиганство Берем на себя Смелость Утверждать Что таким Приговором Судья Позорит Советский Суд И подрывает Чрезвычайно Важную И нужную Борьбу С хулиганством Которая Сейчас Ведется В зале Приговор Суда Вызвал Возмущение Посторонние Люди Ничего Общего Со Сверанским Не имеющие Ахнули Некоторые Женщины Плакали Сам Сверанский Производил Впечатление Человека Невменяемого Он Схватился За голову И закричал Что Они Со Мной Сделали Его Увели Вина Сверанского Не доказана Это Ясно Однако Представим Себе Самое Худшее Представим Себе Что Сверанский Действительно Виновен В приписываемых Ему Преступлениях Не хочет Платить Трех Рублей Разгорячаясь Сцепился С контролером Даже Испугал Ребенка Предположим Что он Совершил Проступок Но ведь Он Не хулиган Это Студент Ударник Общественник Прекрасный Товарищ Об этом Свидетельствует Треугольник Группы И 29 Его Соучеников Нельзя Из-за Трамвайной Ссоры Губить Человека Что Это Судебная Ошибка Нет Это Значительно Хуже Опасней От Судебной Ошибки Не гарантирован Ни один Судья Даже Самый Опытный Которого Может Ввести В заблуждение Случайное Стечение Улик Оговор И тому Подобное Здесь же Судья Прежде Всего Невежественный Человек Который Не знает Своего Дела Не Видит Кого Судит Он Бездушно И Бессмысленно Отщелкивает Приговоры Как будто Он Не Судья Начинающий Щитовод На суде Точно Установили Что Трамвай В котором Произошло Событие Следовал От завода Имени Сталина По направлению К Варшавскому Шоссе Что Трамвай Этот Принадлежал Линии 49 А вот Личности Обвиняемого Суд По-настоящему Даже И не пытался Установить Эта Статья Не направлена К смягчению Участи Хулиганов Напротив Общество Ждет От суда Самой Решительной Борьбы С хулиганством Но Надо Уметь Отличать Хулиганское Дело От Трамвайной Свары Противной И Разумеется Тоже Заслуживающей Осуждения Судья Бизлин Не может Сделать Даже Такой Примитивной Работы Достаточно Посмотреть На его Приговор Переполненный Фактическими И Орфографическими Ошибками На протокол Судебного Заседания Где Перевраны Даты И Фамилии На всю Эту Малограмотную Ахинею Чтобы Понять Что Юридическое Образование Некоторых Судебных Работников Чрезвычайно Сомнительно Что Воспитание Кадров Которые Сейчас Решают Все В судебной Отрасли Приобретает Исключительное Значение Мне Хочется Ехать Человек Внезапно Просыпается Ночью Душа Его Томится За окном Качаются Уличные Лампы Сотрясая Землю Проходит Грузовик За стеной Сосед Во сне Вскрикивает Сходите Сходите А впереди Сходят И опять Все Тихо Торжественно Уже Человек Лежит Раскрыв Очи Уже Вспоминается Ему Что Молодость Прошла Что За квартиру Давно Не плачено Что Любимые Девушки Вышли Замуж За других Как Вдруг Он Слышит Вольный Очень Далекий Голос Паровоза И Такой Это Голос Что У Человека Начинает Биться Сердце А Паровозы Ревут Переговариваются Ночь Наполняется Их Криками И мысли Человека Переворачиваются Не кажется Ему Уже Что Молодость Ушла Безвозвратно Вся Жизнь Впереди Он Готов Поехать Сейчас Ж Завернувшись В одно Только Тканевое Одеяло Поехать Куда Попало В Сухиничи В Севастополь Во Владивосток В Рузаевку На Байкал На озеро Гахчу В Жмеринку Сидя На кровати Он улыбается Он до тошноты Осторожен На вокзал Пассажир Прибегает За два часа До отхода поезда Хотя В мировой практике Не было случая Чтобы поезд Ушел Раньше времени Позже Да Это бывает К отъезду Он начинает Готовиться За три дня Все это время В доме Не обедают Потому что Посуду Пассажир Замуровал В камышовую Дорожную корзину Семья Ведет Бивуачную жизнь Наполеоновских солдат Везде валяются узлы Обрывки газетной бумаги Веревки Спит пассажир Без подушки Которая тоже Упрятана в чемодан Гармонию И заперта на замок Она будет вынута Только в вагоне На вокзале Он ко всем Относится С предубеждением Железнодорожного Начальства Он боится А остальной Люд Подозревает Он убежден Что кассир Дал ему Неправильный билет Что носильщик Убежит с вещами Что станционные Часы врут И что его Самого Спутают С поездным вором И перед Самым отъездом Задержат Вообще Он не верит В железную дорогу И до сих пор К ней не привык Железнодорожные Строгости Пассажир поругивает Но в душе Уважает И попав в поезд Сам непрочно Вести порядок Иной раз В вагоне На верхней полке Обнаруживается Великий паникер Почему-то вы поете Говорит он Свешивая голову вниз В вагоне Петь нельзя Есть такое правило Да я Не пою Я напиваю Оправдывается Пассажир Напивать тоже нельзя Отвечает паникер И вообще Если хотите знать То к пению Приравнивается Даже громкий разговор Минут через пять Снова раздается Голос паникера Если открыть Тормоз Вестенгауза То за это Двадцать пять рублей Штрафа И кроме того Показательный суд Но ведь я Не собираюсь Открывать тормоз Пугается девушка Отворачиваясь От змеиного взгляда Паникера Не собираетесь А все-таки Убрали бы Локоток подальше Сорвется пломба Тут вам и конец Да и весь вагон Поголовки не погладит Такое правило Этот же голос Спустя минуту Нет-нет Гражданин Раму спускать нельзя С завтрашнего дня Вступает в силу Осеннее расписание Ну ведь Погода замечательная Двадцать два градуса тепла Тепло теплом А расписание Своим порядком Ну позвольте Ведь вы Сами говорите Что новое расписание Только завтра начнет действовать А мы его сегодня применим На всякий случай Закройте Закройте Не задохнетесь Через два часа В вагоне Говорят уже только шепотом Сидят выпрямив плечи И сложив руки на коленях А с верхней полки Раздается равномерное ворчание Не курить Не плевать Не собирать в житнице Есть такое правило Уборную свыше трех минут Не занимать В тамбрах Не стоять В девятой вал Не играть Есть такое правило Но какой реванш Берут пассажиры Когда паникер Побежав за кипятком Опаздывает на поезд И гонится за ним Размахивая чайником Пассажиры Радостно опускают рамы И кричат несчастному Ходить по шпалам Строго воспрещается Есть такое правило Но больше всего правил На вокзалах Правила были придуманы На все случаи жизни Но применялись Они как-то странно Пассажира Уговаривали Не пить сырой воды Но не предлагали кипяченой Запрещали сорить на пол Но не указывали Куда бросать мусор А когда вокзалы Превратились в грязные сараи Долго жаловались На пассажиров Вот людоеды Сидят на полу Когда рядом Написано Сидеть на полу Строго воспрещается Положение Коренным образом Изменилось Когда чудное правило Сняли А вместо него Поставили длинные Деревянные диваны И странно Никто уже Не сидел на полу Хотя правило Исчезло Все прочие Повелительные Изречения Заменили Предметами Материальной Культуры И дикий Казалось Пассажир Превратился В чистенького Кроткого Ягненка С розовым Галстуком На шее Удивительное Превращение И теперь Ночью Заслыша Паровозный Гудок И воображая Себе блеск И грохот Высокого Вокзала Видишь Невзбудораженные Толпы Мечущихся По перрону Людей Отчинно Шествующих Пассажиров Которых Познакомили Наконец С самым важным И нужным Правилом Плохо Относиться К пассажирам Категорически Воспрещается Необыкновенные Страдания Директора Завода Просматривая Утреннюю почту Директор Горьковского Автозавода Натолкнулся На письмо Полное Оптимизма Дорогие Товарищи Читал он Для большевиков Нет ничего Невозможного И вот Мы решили Своим Рабочим Коллективом В сезон 1933 Года Выработать Сверхплана 10 тонн Арбузного Цуката Недороже 4 рублей 50 копеек За килограмм Являющегося В нашей Кондитерской Промышленности Прекрасным Предметом Ширпотреба Что это такое Иван Васильевич Зачем Вы мне Это дали При чем Тут наш Завод Это Наверное Адресовано В какой Нибудь Верховный Кондитерский Трест Давайте Следующее Письмо Наша Республика Бывшая Царская Колония При царизме В Дагестане Не было Ни одного Исследовательского Учреждения Теперь Десятки Ну Хорошо А при чем Тут мы Конкретной Задачей Нашей Дербинской Опытной Станции По виноградарству И овощам Является Доведение Дешевого И хорошего Качества Винограда До рабочего Стола Иван Васильевич Ну Что вы со мной Делаете Я же не против Доведения Винограда До стола Пусть Производят Свои Головокружительные Опыты Но Какое Это Имеет Отношение К производству Автомобилей Вы Прочтите До конца Там Где А вот Дагестан По богатству Природных Условий Может быть Назван Советской Калифорнией Это Какая-то Глупая География Они Всегда Начинают С географии Вы Слушайте Огромным Злом Является Малярия Единственное Спасение От Малярии Это Выехать Ночью Когда Появляется Комар Из Малярийной Местности В город Где Больше Принято Профилактических Мер Видите Мы уже Дошли Выехать А на чем Выехать На извозчике От быстроходного Комара Не убежишь Нужен Автомобиль Да Но ведь С малярией Борются Другими Средствами Я что-то Помню Хинизация Нефтевание Водоемов А теперь Это уже Отменено Директор Станции Товарищ Улузский Считает Что от Малярии Можно спастись Только на Автомобиле Понимаете Не Понимаю А между Тем Все очень Просто Они Предлагают Нам Хотят Так сказать Довести До нашего Стола Один Вагон Ранней Капусты Один Вагон Ранних Томатов И один Вагон Винограда А взамен Просят Один Автомобиль Знаете Что Маратчин Сказал Директор Доведите Это письмо До Мусорной Корзинки В кабинет Вошел Курьер И Странно Улыбаясь Поставил На стол Тяжелый Ящик Цукаты Сообщил Секретарь Кратко Какие Цукаты Арбузные Вы же Только что Читали Являются Прекрасным Предметом Шурпотреба Где Первое Письмо Вот Видите Посылаю Одновременно Вам Обсудить Наше Предложение А Предложение Вы знаете Они Дубовский Арбузопаточный Завод Совхоз Нам Десять Тон Чудесного Цуката Этого Роскошного Шурпотреба А мы Шесть Автомобилей Через час Начался Прием Посетителей В дверях Сразу же Застряли Три человека Двое Штатских И третий Тоже Штатский Но с Морским Уклоном В одежде На нем Был Черный Пиджак С Золотыми Торговыми Пуговицами Произошла Короткая Схватка В результате Который Усеянный Пуговицами Морской Волк Был Отброшен Впереднюю И перед директором Предстали Двое Просто Штатских Они были Возбуждены Борьбой И начали Задыхаясь Мы Из Ленинграда Сказал Первый Штатский От Государственного Оптико-механического Завода Сообщил Второй Это Товарищ Дубно Помощник Директора Представил Первый А вот Товарищ Цветков Секретарь Комитета В ЛКСМ Представил Второй Мы Два Звуковых Киноаппарата Последней Конструкции Инженера Шорина Для культурного Обслуживания Рабочих И ЭТР Начал Первый А вы Нам Два Автомобильчика Закончил Второй Уходите Коротко Сказал Директор Нас Прислал Треугольник Все Равно Уходите А Автомобильчики Я Вам Покажу Автомобильчики Знаете Что Поезд В Ленинград Уходит Ровно В восемь Не Опоздайте На Пороге Кабинета Сверкнули Золотые Пуговицы Я Гнушевич Сказал Вошедший Что Гнушевич Из Черноморского Управления Кораблевождения Нашему Управлению Кораблевождения Стало Известно Что Ваш Комсостав Страдает От Отсутствия Часов И вот Управление Кораблевождения Считает Своим Долгом Моряков Хранящих Славные Традиции Управления И Кораблевождения Обеспечить Весь Автозаводский Комсостав Импортными Хронометрическими Часами Системы Буэ Управление Кораблевождения Подождите У меня Головокружение Управление Кораблевождения Что Вам Надо Три Машины Застенчиво Прошептал Гнушевич Три Крохотные Машинки Они У вас Так здорово Получаются Директор Поднялся И Исторг Из груди Глухой Звук Что-то Среднее Между Брысь И пошел Ты Со своими Машинками Знаешь Куда Спокойно Сказал Гнушевич Выбегая Из кабинета Я Не Спешу На Производственном Совещании Директора Постиг Новый Удар Во Время Рассмотрения Вопроса О Работе Малого Конвейера В комнату Ворвался Молодой Энтузиаст Из-за Вкома Щеки Его Пылали В руке Он Держал Письмо Товарищи Необыкновенно Приятное Известие Севастопольский Институт Физических Методов Лечения Хочет Изучить Наши Организмы Да-да Он проявляет Исключительный Интерес К исследованию Физического Состояния Рабочих Автомобильного Производства Так Они пишут Именно Автомобильного Они хотят Установить Систематическое Наблюдение За изменениями Происходящими В организмах Наших ударников Ура И вы знаете Они отводят Там у себя В санатории Пять Постоянных Коек Совершенно Бесплатно Ура А Автомобили Они просят Нет А ты Посмотри Хорошенько Там Внизу Да Просят Пробарботал Энтузиаст Две штуки Нас Не любят Бескорыстно Промолвил Директор Со слезами На глазах Нас Любят Только По расчету Когда он Проходил По коридору К нему Подошел Неизвестный Гражданин И таинственно Шевеля Усами Спросил Вам Не треба Ширпотреба Директор Молча Пихнул Его локтем И прошел Дальше Он уже Садился В автомобиль Чтобы ехать Домой Как ему Подали Телеграмму И маленький Розовый Конвертик Телеграмма Была Такая Вперед Светлому Будущему Шлите Одну Машину Расчет Возможности Пятьдесят Процентов Продуктами Алма-Ата Рай Портком Директор Уронил Телеграмму И бессильно Повалился На сиденье Автомобиля Только Через Несколько Минут Он Вспомнил Про Конвертик Там Была Записка Она Благоухала Я люблю Вас Вы такой Интересный Не похожий На других Директоров Буду Ждать У почтам В шесть Часов В зубах У меня Будет Красная Роза Придете Приходите Ваша Женевьева А было Как раз Шесть Часов А путь Как раз Пролегал Мимо Почтам А чужая Душа Потемки А сердце Не камень А директора Тоже люди Так Устаешь От бездушного Отношения И мы же В общем Не монахи Так сказать Не игумены А тут Кстати Весна И вскрываются Рейки И гремит Лед И дует Какой-то Бешеный Ветер И директор Попросил Остановиться У почтамта На ступеньках Почтамта С красной Бумажной Розой В перламутровых Зубах Стоял Гнушевич Уносясь В пепельную Весеннюю Даль Директор Долго Еще Слышал Позади Топоты Страстные Крики Подождите Полное Великих Традиций Управления Кораблевождения Наше Управление Кораблевождения И я Поверил Думал Директор В тоске Тоже Ария Хозе Из оперы Безе Так Мне и Надо Вечер Прошел Сравнительно Спокойно Одна Из фабрик Москва-Швея Дозналась Что рабочие И ЭТР Автозавода Сильно Пообносились И По доброте Душевной Предлагала Шефство Ну конечно Недаром А так сказать В обмен На Кроме того На кухне Поймали Представителя Сомовской Судоверфи Который За автомобиль Предлагал Буксирный Пароход Только и Всего Зато В два Часа Ночи В директорской Спальне Со звоном Вылетела Рама И на подоконнике Контр-ражуром Обрисовалась Фигура Человека Директор Выхватил Из-под Подушки Револьвер Не надо Сказала Фигура Не стреляйте В меня Выслушайте Сначала Стихи Я Член Горкома Писателей И он Закаркал Как радио В час Рабочего Отдыха Шуми Шуми Железный Конь Пылай В конвейере Огонь Лети Мотор В час По ста Миль Я Вижу Вам Автомобиль Спросил Директор Невольно Попадая В размер Стиха Да Удивился Поэт А что Стреляю Чопорно Ответил Директор А вот Не надо Сказал Служитель Мус Поспешно Выпрыгивая На улицу Наутро Директора Посетил Кошмар Привиделись Ему Тридцать Три Пожарных И с ними Дядька Брандмайор Они Покачивали Медными Касками И несли Совершенную Уже Чушь Вы Нам Автомобильчик Вне Плана А мы Вам Пожарщики Будем Тушить Вне Плана Вне Всякой Очереди К Директору Вызвали Врача Что С вами Такое Спросил Врач Да Понимаете Заволновался Директор Каждый Выпущенный Автомобиль Распределяется В строго Централизованном Плановом Порядке А тут Всякие Типы Не Волнуйтесь А ну-ка Вдохните Так А теперь Выдохните Неужели Они никак Не могут Вбить Себе В голову Что Автомобили Направляются В первую очередь Туда Где Требуют Интересы Социалистического Хозяйства Нервочки 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 Дайте Ка Пульс Вот У нас У врачей То же Самое Ходишь От больного К больному Устаешь Ведь Это же Чистая Цеховщина Прикрываемая Громкими Словами Об Энтузиастах Спокойней Спокойней Покажите Язык Ага Вот И я Говорю Устаешь От этой Ходьбы По больным Если бы Вы мне Автомобильчик Я бы Вам Не закрывайте Рот Двухмесячный Отпуск Мне планчика А? Знаете Доктор Сурово Сказал Больной Вас Надо Лечить Мы Приносим Глубочайшие Извинения Директору Горьковского Автозавода За то Что сделали Его невольным Участником Этой Правдивой Истории Украшены Лирическими Авторскими Отступлениями Мы Также Выражаем Всем Руководителям Завода Своё Сочувствие Так как В связи С выпуском Легковых Машин Предложение Африканского Товарообмена Мы Вам Бусы А вы Нам Слоновую Кость Конечно Усилится Если Только Не будут Приняты Сверепые Меры Дорогой Товарищ Директор Вы Как Выдающийся Хозяйственник Разумеется Поймёте Что Вы Своим Могучим Талантом Так Сказать Бичом Сатиры Могли Бы Дать По Рукам Зарвавшимся Товарообменщикам Ну Если Конечно Ну Вы Сами Понимаете Как Трудно Приходится Авторам Ходишь По Редакциям Устаёшь Кроме Того Нас Двое Но Мы Не Просим Два Нет Один Один Автомобильщик Сверхплана Мы Вам Филитончик А Вы Нам Автомобильщик Вот Чудно Было Б Равнодушие В том Что Здесь Будет Рассказано Главное Это Случай Проишедший На Рассвете Дело Вот В чём Молодые Люди Полюбили Друг Друга Поженились Говоря Высокопарно Сочетались Браком Надо Заметить Что Свадьбы Вообще Нередкое Явление В нашей Стране Сплошь Рядом Наблюдаются Что Люди Вступают В брак И Дружеский Обмен Мнений А равнозвон Стопочек На свадьбах Затягиваются Далеко За полночь В изящной Литературе Эти факты Почему-то Замалчиваются Будущий Исследователь Может быть Никогда И не узнает Как Объяснялись В любви В 1932 Году Было ли Это Как При царском Режиме Шёпот Робкое Дыхание Трели Или как-нибудь иначе Без соловья И вообще Без участия Пернатых Нет О любви Сведений Ни в суперпроблемных Романах Написанных Как видно Специально Для потомства Ибо Современники Читать их Не могут Ни в эстрадных Номерах Сочиненных По бригадно-лабораторному Методу Гамеца Разговор О любви Возвращает Нас К случаю На рассвете В семье Художника Ожидали Ребенка Роды Начались Немного Раньше Чем Предсказывали Акушеры Это бывает Почти всегда Начались Они В самое Неудобное Время В конце Ночи Это тоже Бывает Всегда Все Все Шло Стремительно Родовые Схватки Возникали Через Каждые Десять Минут Жену Надо было Немедленно Везти В родильный Дом Первая Мысль Была О такси А телефона В квартире Не было Свою Биографию Художник Мог бы Начать Фразой Полной Глубокого Содержания Я Родился В 1901 Году Телефона У меня До сих Пор Нет Эта Спартанская Краткость Дает Возможность Пропустить Длительные Описания Того Как Художник Подавал Заявление В абонементное Бюро Подговаривал Знакомых Интриговал И ничего Не добился Итак На рассвете Он ворвался В чужую Квартиру И припал К телефонной Трубке Он Много Читал О ночных Такси Которые Являются По первому Зову Желающего А номер Гаража 4221 Художник Знал на память Уже Три месяца Он Был Предусмотрителен Он Учел Все Но Из гаража Мягко Ответили Что Машин Нет Ночные Такси Свою Работу Уже Закончили А дневные Еще Не Начинали Но У меня Жена Роды С Девяти Часов Гражданин А Было Семь Скорая Помощь На такие Случа Не Выезжает Художник Это Знал Он Все Знал И Тем не менее Ему Было Очень Плохо Он Побежал На улицу Натурально Никаких Приборов Для Передвижения В этот Час Утра Столица Предоставить Не могла Трамваи Еще Только Вытягивались Из Депо К тому же Трамвай Сейчас Никак Не годился А Извозчиков Просто Не было Где-то Они Вероятно Толпились У вокзалов Размахивая Ручищами И пугая Приезжих Сообщениями О цене На И вдруг Радость Сверх меры Счастье Без конца Машина И в ней Два добрых Шофера Они Благожелательно Выслушали Лепет художника И согласились Отвезти его Жену В родильный дом С великими Предосторожностями Роженицу Свели С четвертого Этажа Вниз И усадили В машину Художник Очень радовался В памяти Помимо воли Всплывали Какие-то Пошлые Прописи Свет Не без добрых Людей Не имей сто рублей А имей сто друзей И совсем уже Неизвестно почему Терпение и труд Все перетрут Машина тронулась Теперь все должно Было пойти хорошо Но все пошло плохо Автомобиль Пробежал Десять метров И остановился Заглох Мотор И такое Дьявольское Невезение До родильного Дома Всего только Пять минут Езды Но было Видно По шоферам Которые Начинали Злиться Что они Потеряли Власть Над машиной Что она Пойдет Не скоро А у жены Схватки Возникали Уже через Каждые Две минуты Ждать Было Бессмысленно Художник Выскочил Из автомобиля И снова Побежал От Кропоткинских Ворот Он бежал До самого Арбата Извозчиков Он не встретил Но по Арбату Машины Проходили Довольно Часто Что же Вам сказать Товарищи Друзья И Братья Он Остановил Больше Пятидесяти Автомобилей Но Никто Не согласился Ему Помочь Событие Это Настолько Мрачное И Прискорбное Что Не нуждается Ни в подчеркивании Ни в выделении Курсивом Ни Один Изъехавших В тот Час По Арбату Не согласился Уклониться В сторону На несколько Минут Чтобы Помочь Женщине Рожающей На улице Сначала Художник Стеснялся Он Бежал Рядом С машиной Объяснял На ходу Своё горе Но Его Даже Не слушали Не останавливались Хотя Видели Что Человек Чем-то Чрезвычайно Взволнован Тогда Он Стал Действовать Решительней Ведь Уходило Время Он Сошёл На мостовую И Загородил Дорогу Зелёному Форду Сидел В нём Человек Довольно Обыкновенный И даже Не со Злым Лицом Он Выслушал Художника И сказал Не имею Права Как это Я вдруг Повезу Частное Лицо Тратить Казённый Бензин На Частное Лицо Художник Стал Что-то Бормотать О деньгах Человек С Незлым Лицом Рассердился И Уехал Бежало По улице Полуразвалившееся Такси Шофёр Попытался Обогнуть Бросившегося Навстречу Художника Но Художник Вскочил На Подножку И Весь Последовавший Затем Разговор Вёлся На Ходу В такси Ехала Весёлая Компания Людей Там Было Много Четверо С Девушкой В купе Один На Чужих Коленях А Шестой Рядом С Шофёром Он То И Оказался Потом Главная Сволочь На Молодых Долдонах Были Толстые Как Валенки Мягкие Шляпы Девушка Болтушка Лепетушка Часто Не затягиваясь Дымила Папироской Им Было Очень Весело Но Как Только Они Услышали Просьбу Художника Все Сразу Поскучнели И Отвечали Противными Трамвайными Голосами На Отпросителя Было Нелегко Отделаться Ну Что Вам Стоит Говорил Он Ведь Вы Не Очень Торопитесь Ну Ведь Такой Случай То Как Это Что Нам Стоит Возражали Из Машины Почему Мы Не Торопимся Но Ведь Вам Не На Вокзал Ну Пожалуйста Вам Пожалуйста Другому Пожалуйста А Мы Два Часа Такси Искали На Десять Минут Через Десять Минут Я Вам Доставлю Машину Назад Долдоны Упорно Говорили Что Они Никак Не Могут И Что Лучше Их Даже Не Просить Ну Подумайте Она Каждую Минуту Может Родить Ей Богу Он Нас Считает За Пижонов Что Ли Такое В самом Деле Уже В Такси Толкаться Начинают В Конце Концов Я Могут Требовать Настаивал Художник Ну Это Уже Нахальство Заметила Болтушка Лепетушка Тогда Обернулся Молчавший До сих пор Шестой Тот Который Сидел Рядом С Шофером Он Задрожал От Гнева Хулиган Завизжал Он На Всю Улицу Садитесь Подножки Я Вам Говорю Он Еще Будет Требовать Мерзавец И Он Высунулся Из Машины Чтобы Сбросить Художника На Ходу Машина Завернула На Смоленский Рынок Грозя Завести Художника Черт Знает Куда И Он Соскочил Ах Как Хотелось Драться Поносить Долдонов Различными Благородными Словами Но Было Некогда Он Увидел Машину Остановившуюся У обочины Счастливый Отец Высаживал На Тротуар Жену И Двоих Детей Художник Бросился К нему Надо Сказать Что По Природе Своей Он Был Человек Незастенчивый Скорее Даже Натура Драматическая Он Умел Убеждать И Волновать И Сейчас Он Без Стеснения Заговорил Так Называем Жалкими Словами Которые Вызывают Слезы В театре И Которыми Так Стыдно Пользоваться В быту Вы Отец Говорил Он Вы Меня Поймете У вас У самого Маленькие Дети Вы Счастливы Помогите Мне В театре Счастливый Отец Заплакал Бы Но Здесь Поблизости Не было Занавеса С белой Чайкой Не было Седых Капельдинеров И он Ответил Товарищ Мне некогда Я опоздаю На службу Я Заклинаю Вас Молил Художник Понимаете Заклинаю Во имя Товарищ Я Все Понимаю Но у меня Нет ни одной Минуты Свободного Времени Позвольте Мне Войти В машину Ну Хорошо Сказал Несчастный Перейдя Почему-то На шепот Ну Если Река И тонет Человек Что Вы Сделаете Товарищ Я так Занят Что Два Года Не был В кино Даже Путевки В жизнь Не видел А вы Буквально Нет Ни Одной Минуты Художник Опять Остался Один Снова Он Бежал За кем-то Прижимая Руки К груди И Бормоча Русским Языком Заклинаю Вас Снова Он Скакивал На подножки Автомобиля И упрашивал Предлагал Деньги Произносил Речи Грозил Или Плакал И Вы Знаете Это Это Не Подействовало Оказалось Что Все Очень Заняты Делами Не Терпящими Отлагательства И Машины Катились Одна За Другой И Не Было В Эту Минуту Силы Которая Могла Бы Их Свернуть С Предначертанного Пути Ленин Погруженный В работу Громадную Неизмеримую Находил Время Чтобы Узнать Как Живут Не Только Его Ближайшие Товарищи Но И Люди Которых Он Видел Мельком Несколько Лет Назад Не Нужно Ли Им Чего Нибудь Здорово Ли Они Не Мешает Ли Им Кто Нибудь Работать И Жить А У Этих Пятидесяти Человек Которые Конечно Считают Себя Исправными Жителями Социалистической Страны Не Нашлось Ни Времени Ни Желания Чтобы Выполнить Первейшую Обязанность Члена Коллектива И Гражданина Советского Союза Броситься На Помощь Это Не Изящный Вымысел Писателя А История Проишедшая Этим Летом В Москве Как Жалко Что Номера Машин Остались Неизвестными Что Нельзя Уже Собрать Всех Этих Безумно Занятых Людей Собрать В колонном Зале Дома Союзов Чтобы Судить Их Всей Страной С Прожекторами Микрофонами Усилителями С громовой Речью Прокурора Судить Как Отчаянных Врагов Социалистического Общества За Великое Преступление Равнодушие О Равнодушие С ним Всегда Встречаешься Неожиданно Созидательный Порыв Которым Охвачена Советская Страна Заслоняет Его Равнодушие Тонет В Большой Океанской Волне Социалистического Творчества Равнодушие Явление Маленькое Но Подлое И оно Кусается Был дом Счастливый Дом Семьдесят Две Квартиры Семьдесят Две Входные Двери Семьдесят Два Американских Замка Утром Жильцы Уходили На работу Вечером Возвращались Летом Уезжали На дачи А осенью Приезжали Назад Ничто Не предвещало Грозы О кражах Даже Не думали В газетах Отдел Происшествий Был Упразднен Очевидно За непригодностью Уголовной Тематики Возможно Что Какое-нибудь Статистическое Ведомство И выводит Раз в год Кривую Краж Указывающую На рост Или падение Шнифа Или Домушничество Но Граждане Об этом Не знают Ничего Не знали Об этом Жильцы Счастливого Дома В 72 Квартиры Запертые Семьюдестью Двумя Массивными Американскими Замками Производство Какой-то Провинциальной Трудовой Артели Отправляясь В свои Предприятия И учреждения Жильцы Беззаботно Покидали Квартиры Сперва Обокрали Квартиру Номер Восемь Унесли Все Кроме Мебели И газового Счетчика Потом Обокрали Квартиру Номер 63 Тут Прихватили Счетчик Кроме Того Варварски Поломали Любимый Фикус Дом Задрожал От страха Кинулись Проверять Псевдо Американские Замки Изготовленные Трудолюбивой Артелью И выяснилось Замки Открываются Не только Ключом Но и Шпилькой Перочинным Ножиком Пером Рондо Обыкновенным Пером Зубочисткой Ногтем Спичкой Примышной Иголкой Углом Членского Билета Запонкой От воротничка Пилкой Для ногтей Ключом От будильника Яичной Скорлупой И многими Другими Товарами Ширпотреба К вечеру Установили Что если Дверь Просто Толкнуть То она Тоже Открывается Пришлось Завести Семьдесят Третий Замок Это был Человек Замок Гражданин Пятидесяти Восьми лет Сторож По имени Евдоким Колоныч Парадные Подъезды Заколотили Наглухо И сидит Теперь Старик Колоныч При воротах Грозя Очами Каждому Кто Выходит Из дома С вещами В руках И платится Колонычу Жалование И уже Закупается Колонычу На особые Фонды Громаднейший Тулуп Для зимней Спячки И все же Дом в страхе И непрерывно В доме Клянут Ту буйную Артель Которая Бросила на рынок Свое Странное Изделие А ведь Артель Знает Что ее Продукция Отмыкается И пером Рандо И простым Пером И вообще Любой Пластиночкой И работники Прилавка Знают И начальники Торгсектора В курсе И все-таки Идет Бойкая Торговля Никому Не нужным Миражным Замком Продуктом Полного Равнодушия Чья Равнодушная Рука Забросила В ялтинские Книжные Магазины Одни Лишь Медицинские Труды Так что На благовонных Крымских Берегах Духовная Пища Состоит Исключительно Из сумрачного Изложения Основ Гистологии Детального Описания Суставного Ревматизма Золотухи Язвы Желудка И стригущего Лишая Иногда В трамвае Пересекающем Свердловскую Площадь Остолбенелому Взору Потомственного Почетного Горожанина Предстоит Отечески Увещевающий Картонный Плакат Коль свинью Ты вдруг Забил Шкурку Сдать Ты не забыл За нее Уверен Будь Ты получишь Что-нибудь В проникновенном Куплете Изготовленном По бригадно-лабораторному Методу Гамеца Вам Московские Трамвайные Пассажиры Предлагают Сдавать Свинные Шкуры Хорошо Посмотрим В вагоне 28 мест Для сидения 6 мест На задней площадке Разговаривать С вагоном Вожатым Воспрещается Пройдите Вперед Там Совсем Свободно Итого Следовательно 245 человек В различных Прихотливых Позах Кто же Из них Мог бы Вдруг Забить Свинью Вот этот В парадной Толстовке Читающий Журнал Рабис Или маляр С кистью Закутанной В газетную Бумагу Или две Девочки Напуганные Отчаянно Пихающимися Взрослыми Дядями И тетями Или Сами Дяди И тети Уже Начавшие Известную Склоку Насчет Того Кто Ходит В шляпе Кто Дурак И кто Сама Дура Товарищи Друзья И братья Разве Похож Московский Трамвайный Пассажир На Свинодержателя Или Поросята Владельца Не Относится Ли Сей Плакат Скорее К деревне Чья же Равнодушная Лапа Наводнила Им Шумную Столицу А это Все тот же Человек Из ведомости Безразличный Ко всему На свете Пугающийся Даже Мысли О том Что можно Потратить Пол-литра Казенного Бензина Чтобы Спасти Женщину Рожающую На улице Его Кислая Одышка Слышится Рядом С молодым Дыханием Людей Строящих Мир Заново Так Открывается Вдруг Цепочка Унылых Людей Работающих Только Для Видимости Комариная Прослойка Граждан Связанных С коллективом Исключительно Ведомостью На жалование Человек Из ведомости Хитер Если Спросить Его Почему Он так Равнодушен Ко всему На свете Он сейчас Подведет Под свое Равнодушие Каменную Идеологическую Базу Он скажет Преданным Голосом Это Все Мелочи Замочки Детки Всякая Ерунда Надо Смотреть Шире Глубже Дальше Принципиальнее Я Люблю Класс Весь Класс В целом А не Каждого Его Представителя В отдельности Интересы Отдельных Единиц Не Поколеблют Весов Истории Вот Маска Человека Из Комариной Прослойки На деле Он любит Только Самого Себя И Ближайших Родственников Не Дальше Второго Колена По Своей Толстовочной Внешности И Подозрительно Новеньким Документам Он Строитель Социализма Хоть Сейчас К фотографу А По Внутренней Сущности Мещанин Себелюбец И Собственник Предлагаю Услуги По Выполнению Следующих Работ Укладки Ламината Изготовлению И Установки Подиума С Выдвижной Кроватью Утеплению И Отделки Лоджий Установки Перегородок Из Гипсокартона С Пеналом Для Двери Купе Монтажу Стен И Потолков Из Гипсокартона Отделки Вагонкой Панелями ПВХ Установки Подвесных Потолков Обращаться По Телефону 8903 689 3623 Геннадий Анатольевич